Друзья, коллеги, начинаем вечернюю сессию нашей конференции, 27-й конференции по холодной трансмутации ядер и шаровой молнии. Сегодня 4 октября 2022 года, московское время, 12 часов 3 минуты. Сегодня буду я председательствовать на вечерней сессии и я уже буду заниматься зумом, поэтому могут какие-то быть накладки небольшие. Пожалуйста, Николай Колтовой, его первый доклад. Николай, вывешивайте свою презентацию, а следующим у нас будет выступать Александр Шишкин. Саша, пожалуйста, готовься. Да, Николай, видим вашу презентацию. Пожалуйста, начинайте доклад. Валера, ты же говорил, Тарасенко будет. А, Тарасенко? Да, извини, 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 я не поправил. Да, Геннадий, да, извини, да, сегодня ты, Геннадий, да, Тарасенко. Спасибо, что ты напомнил. Это у меня что-то не отмечено. Так, Николай Алексеевич, пожалуйста, ваше слово. Вам звук надо включить. Николай, звук включите, пожалуйста. Николай, у вас микрофон выключен. Включите звук. Слышно? Сейчас слышно, да, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Позвольте представиться. Колтовой Николай Алексеевич, кандидат физико-математических наук, Москва. Тема сегодняшнего доклада – обзор экспериментов по воздействию на скорость радиоактивного распада изотопов и на радиационный фон. Активная дезактивация радиационных отходов. Рассматриваются активные способы дезактивации радиоактивных отходов, которые предусматривают трансмутацию долгоживущих радиоактивных изотопов, стабильные элементы под действием внешнего поля или облучения. Воздействие оказывается различными источниками неэлектромагнитного или странного излучения. Прежде всего рассмотрим некоторые свойства этого излучения. Первое – диаграмма направленности. Излучение имеет две основные компоненты. Первая в виде восьмерки вдоль оси генератора, вторая компонента в виде тора перпендикулярно оси генератора. Но это только первое приближение. На самом деле диаграмма гораздо более сложная. Второе – неэлектромагнитное излучение опасно для здоровья человека. Самой безопасной областью является поверхность конуса с вершиной в центре генератора и осью конуса, ориентированной вдоль оси генератора, с углом раскрыла 45 градусов. Третье – в зоне излучения изменяется ход времени. Время ускоряется или замедляется. Это вызывает ускорение или замедление радиоактивного распада изотопов. Это легко проверить, расположив в зоне излучения электронные или механические часы, особенно в тех экспериментах, которые продолжаются длительное время. Однако есть тонкость, которая состоит в том, что необходимо знать, в какое место необходимо поместить часы, так как диаграмма направленности не является сферически симметричной. Четвертое – вращение. Излучение имеет две поляризации вращения и направлено или по часовой стрелке, или против часовой стрелки. Пятое – излучение переносит момент импульса. Это вызывает образование спин ориентированной среды. Моменты ядер под действием излучения ориентируются в направлении этого излучения. Шестое – резонансный эффект. Излучение содержит компоненты с различными частотами. Если излучение содержит резонансные частоты для данного радиоактивного изотопа, например, ларморовскую частоту, то это приводит к возбуждению ядер и трансмутации элементов. Например, электрический разряд генерирует излучение с очень широким спектром и поэтому оказывает влияние на различные элементы. Седьмое – эффект фантома. Измененное состояние среды и объекта сохраняется и после выключения генератора. Время релаксации составляет от нескольких минут до нескольких суток. Это часто приводит к невоспроизводимости результатов экспериментов. То есть при повторном включении генератора результаты могут быть какие угодно. Восьмое – треки. В зоне действия излучения регистрируются треки. Частицы не вылетают из генератора. Частицы образуются в среде под действием излучения. Можно предположить, что ядра имеют кристаллическую структуру и под действием излучения ядра атомов образуют слитные кластеры типа кристаллических плазмоидов или трансатомов. В простейшем случае происходит слияние изотопа с атомом водорода. Затем большие кластеры распадаются на устойчивые химические элементы. Это и есть процесс трансмутации. Три важных фактора для осуществления трансмутации. Первое. Спин – ориентированная среда, в которой моменты ядер ориентированы в одном направлении параллельно друг к другу. Второе. Возбужденное состояние ядер за счет воздействия резонансной частотой. Третье. Когерентное синфазное взаимодействие за счет наличия внешнего синхронизирующего излучения. Процессы осуществляются в волновой фазе, в которой нет кулоновского барьера. Третьи в виде зигзагов. Элементарно. Кластеры вращаются. Если вспомнить эффект Дженебекова, то вращающиеся частицы периодически совершают кувырки. Так образуются странные треки в виде зигзагов. Самое интересное свойство – квантовая связанность. Если тестируемый образец радиоактивного изотопа разделить на две части и разнести эти части на тысячу километров, то при воздействии на одну часть радиоактивность второй части будет изменяться синхронным образом. Синхронно с первой частью. Рассмотрим процессы, которые происходят в зоне излучения. Первое. Изменяется скорость распада радиоактивных изотопов. Второе. Изменяется радиационный фон. Обычно это связано с изменением скорости распада радиоактивного радона, который содержится в воздухе. Третье. Процесс трансмутации радиоактивных изотопов. И четвертое. Изменение свойств детекторов радиационного излучения, которые также изменяют свои свойства под действием излучения, особенно твердотельными. Все эти процессы происходят одновременно, но вносят различный вклад в результаты измерения. Решаются следующие задачи. Первое. Найти способы, которые максимально ускорят радиоактивный распад конкретных радиоактивных изотопов при минимальных затратах. Второе. Найти способы, которые обеспечат максимальную скорость трансмутации конкретных радиоактивных изотопов при минимальных затратах. Это достигается путем создания генераторов с оптимальным спектром излучения для данного конкретного радиоактивного изотопа. Николай, можно я остановлю вас на секундочку? Вы все-таки поясните, вы о своих работах говорите или вы излагаете работы каких-то других авторов, которые вы просуммировали? Я просто сейчас перечислю те работы. Вот вы уже много чего сказали интересного и полезного. Это откуда все взялось? У вас из своих работ или из работ других авторов? Некоторые свои работы, некоторые и большинство других авторов. Ну вот это надо подчеркивать это постоянно, потому что не очень понятно. Хорошо, продолжайте, спасибо. Так, рассматриваются различные типы воздействия на радиоактивные изотопы. Первое, воздействие вращением. Вращающиеся объекты создают излучение, которое меняет радиоактивность изотопов. Бутусов, Санкт-Петербург, вращающий соленоид регистрировал изменения радиационного фона. Краснобрыжев, Киев, вращающийся объект регистрировал изменения радиоактивности цезия и рутения. Кринкер Марк, США, вращающийся электромагнитное поле, регистрировал изменения радиационного фона. Лунев, Владимир Иванович Томск, вращение гиромотора, регистрировал изменения радиационного фона. Мельник Игорь Анатольевич Томск, вращающийся сосуд с водой, регистрировал изменения радиоактивности кобальта, америция, плутония. Панчелюга Виктор Анатольевич Пущина, центрифуга, воздействие на изменения радиоактивности плутония. Потапов Юрий Семенович Кишинев, вращающийся генератор, воздействие на радиационный фон. Ушаков Москва, центрифуга, воздействие на изотопы меди и цезия. Хаврошкин Олег Борисович Москва, центрифуга, воздействие на радиоактивность урана. Второй подход, это воздействие на изотопы лазером. Коробкин Москва лазером на радиоактивность воздействовал. Надеев Павел Александрович Томск лазером с круговой поляризацией. И отдельные эксперименты лазер с линейной поляризацией. Регистрировал изменения радиоактивности калия. Тимаш Сергей Федорович Москва, воздействовал лазером на радиоактивность урана. Шофиев Георгий Айратович Москва, воздействовал лазером и исследовал радиоактивность цезия и урана. Третий подход, Солнце. Солнце, кроме электромагнитного излучения, содержит компоненту неэлектромагнитную. Два момента исследования. Первое. Изучаются суточные колебания радиоактивности или сезонные в течение года мониторинг. И два направления. Регистрируется либо излучение изотопов, либо динамик радиационного фона. Бауров Юрий Алексеевич, Королев, Солнце, суточные колебания изотопы, кобальтоцезия. Болдерев Олег Борисович, Москва, Солнце, сезонные колебания, радиационный фон. Пархомов Александр Георгиевич, Москва, Солнце, суточные колебания, изотопы кобальто и трия. Пархомов Александр Георгиевич также регистрировал сезонные колебания для различных изотопов. Рявов Юрий Васильевич, Троицк, суточные колебания кобальто и кальция. Хаврошкин Олег Борисович, Москва, суточные колебания кобальто и стронция. Яковлев Георгиевич, Томск, суточные колебания радиационного фона. Маринс Джонс Ша, сезонные колебания радиоактивности. Фишбах, сезонные колебания кремния и радио. Четвертый подход. Воздействие электромагнитным полем на радиоактивность изотопов. Болотов Борис Васильевич, Киев, электромагнитное воздействие исследовал радиоактивность урана. Баран Гулов, Санкт-Петербург, электрическим полем исследовал радиоактивность. Котов Альфред Петрович изучал воздействие электромагнитного поля на радиоактивность. Филиппов Дмитрий Витальевич исследовал влияние сверхсильных магнитных полей на радиоактивность третья. В шестернин Алексея Витальевича электромагнитное поле на уран и литовский Ховард США изучал воздействие резонансного электромагнитного поля на радиоактивность. Пятое направление – воздействие электростатическим полем. Вильям Беркер воздействовал электростатическим полем, изучал изменения интенсивности радиации тория и цезия. Пятое – воздействие СВЧ-излучением. Изучали Завадский Александр Алексеевич, Рыбасов, Томск, Сивинцев Юрий Васильевич. Он изучал воздействие на изотопы хрома. Пятое – воздействие кавитации. Афанасий Владимир Степанович Москва изучал воздействие кавитации на радиоактивные элементы. Деникин Арнест Иванович тоже изучал в Санкт-Петербург кавитацию на радиоактивность. Кладов Анатолий Федорович Новосибирск изучал воздействие кавитации на целый ряд радиоактивных элементов. Цезий, Кобальт, Тронзе, Туть, Платина, Калий. Кордоны, Италия – кавитация на Торий. Колесников Александрович Москва – кавитация на Цезий, Кобальт, Лазарев – кавитация. И седьмой самый интересный класс задач – это когда на радиоактивные изотопы воздействуют различными генераторами. Врачаев Анатолий Васильевич Магнитогорск отмечал воздействие установки «Энерго-Нива» на радиоактивность. Веник Альберт Иосович Минск – генератор воздействия на Торий. Горячих Игорь Витальевич Москва – электромагнитное поле на Стронций. Зателепин Валерий Николаевич Москва – электрический разряд на Уран и на радиационный фон. Каравайкин Александр Викторович – генератор Москва – генератор на Кобальт. Кравченко Юрий Павлович Куфа – вихревой теплогенератор на радиационный фон. Крымский Валерий Владимирович Челябинск – электроимпульсный генератор на Кобальт и на Цезий. Миронов Михаил Вадимович Москва газоразрядный генератор на калийный йод. Посметный Борис Михайлович Харьков труборанка на радиационный фон. Филимоненко Иван Степанович Москва генератор на радиационный фон. Щедрин Владимир Николаевич Северская энергетическая установка на кобальт. Шаповалов Борис Петрович Николаев воздействие генератора на радиоактивность. И Шахпаронов Иван Михайлович Москва генератор на основе листа Мербиуса воздействия на радиоактивный йод и на радиационный фон. Все эти и многие другие эксперименты описаны в моей книге 12, часть 3 «Ускорение радиационного распада». Там проведены и описания экспериментов, и ссылки на статьи, в которых это описано, и полученные результаты. Кроме того, дополнительная литература по данному опросу можно бесплатно скачать с моего сайта колтовой.nethouse.ru. На сайт можно попасть, набрав два слова в Яндексе Николай Колтовой. Первая ссылка на мой сайт. И там можно бесплатно скачать следующие книги по данной тематике. Книги пронумерованы. Книга 5, часть 11.08. Ядерный магнитный момент. Рассматриваются магнитные моменты ядер. Дальше. 12.01. «Строение атома». 12.02. «Строение атомного ядра». Книга 12.03. «Кристаллическое строение ядра». 12.04. «Периодическое таблице Менделеева». 12.06. «Кольцевая модель электрона». Николай, у нас же тут не рекламная, так сказать, акция. Это ссылка. Вы спросили, где это описано. Я перечисляю, например, книги... Нет, я не спрашивал, где это описано. Я спрашивал, ваше или чье-то. Вот и все. Я не спрашивал, где это описано. Так это в книгах написано, чьи это работы. И мои там написаны, и автор... Понятно. Но их не надо перечислять. Пожалуйста, то, что имеет отношение к физике, а не к рекламе. К физике процесса, пожалуйста, если что-то можете сказать. По физике процесса. У меня еще есть время? Да, у вас... Ну, небольшое... Ну, да, в принципе, у вас 2-3 минуты есть. Я же вас в 16.03 запустил. Ну, я просто хотел сказать, что кого интересует трансмутация, это отдельная книга. Если кого-то интересует регистрация излучения при ядерных, холодных ядерах, это другая книга. Николай, Николай, нет, все понятно. Вам есть что-то по физике сказать? Не по рекламе, а по физике? По физике я сказал. Если есть вопросы, я могу пояснить. Понятно. То есть доклад закончился. Спасибо, Николай Алексеевич. Друзья, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, поднимите руки, и мы можем задать вопросы. Если вопросов коротких нет, то как-то обсуждать это можно будет более развернуто в нашем сегодняшнем вечернем обсуждении на круглом столе. Да, есть вопрос у Боба Гриньер. Боб, ваша вопрос, пожалуйста. Спасибо большое, Николай, за это очень впечатляет и интересным рассмотрение. Я у вас вопрос, если я могу поднять более деталку, на одну вещь у вас выросла. И это было обоих смартах, выплатив их, и обоих смартах 1,000 км. Вы по-английски понимаете? Лучше перевести. Ну, я тоже не очень понимаю. Вот, Боб говорит, подведите тот кусок вашего доклада, где вы вот о разделенном влиянии, когда вы на один образец влияете, вот квантовая связанность, да. Боб, continue, please. And short your question, please. Okay, the reason, I want some more specifics on that, because in 2018, I was with John Hutchison, and he told me that he was given some uranium ore to treat, and the people that owned the mine for the uranium ore, which was half a world away, also had the activity lowered. So, I'm very interested in that study, where you said you had some radioactive material, you split it, put one 1,000 kilometers away, and it lowered the activity of both samples. So, where can I find more detail about that? Он просит, значит, вот рассказать более подробно. Вы по-русски, пожалуйста, потому что у него есть переводчик, у него есть переводчик хороший, и он прекрасно понимает, о чем мы тут говорим сразу. Прямо онлайн. Поэтому он спрашивает, вот, о снижении радиоактивности при воздействии на образец один какой-то, когда вы разделили, а второй удаленный. Ведь это очень важно, потому что можно, насколько я понимаю его идею, можно взять образец, например, из какого-нибудь хранилища радиоактивных отходов, его уничтожать, эту радиоактивность, или снижать ее, и получится, что там где-то в хранилище другая часть этого образца тоже снизится радиоактивность. Вот в чем смысл моего вопроса. По-русски, если можете, как-то прокомментировать. Ну, значит, во-первых, это не голословные слова. Некто Мельник Игорь Анатольевич из Томска проводил соответствующие эксперименты. Он исследовал воздействие вращающихся объектов на радиоактивность, и в том числе проводил эксперименты по удаленному воздействию. Эти эксперименты описаны в книге, там и ссылки есть на статьи, и условия проведения эксперимента. В книге 12, часть 3, ускорение радиационного распада. Николай, значит, вопрос был не об удаленном, а об воздействии на разделенные, вот квантовые связанные. Именно Мельник так и проводил. Он взял один образец, разбил его на две части, один увез за сотню километров, воздействовал на другой. Понятно, Николай, понятно, спасибо. Значит, Боб, I believe you understood well what Николай said to us, but I repeat it once again. He gave you the reference on the book. Николай, еще раз, покажите эту книгу. Он может прислать мне... Конкретно, покажите курсором на вот этом вашем слайде, покажите, про какую книгу вы говорите. Он может прислать мне мейл на английском языке с этим вопросом, я ему отвечу... Боб, 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 please serve my question to the address of Николай. Николай, show, please. Николай, покажите, пожалуйста, адрес вашего этого e-mail, чтобы, Боб, непосредственно вам. Колтовой мейл. Okay. I will look. No problem. I ask your questions by mail. Okay. Perfect. Thank you. Спасибо, Бобу, за вопрос. Вопросов больше нет. Николай, ну вот видите, возможно, какая-то интересная будет реакция на ваш... В общем-то, не физически такой, но тем не менее, очень интересный. Боб тут прав. Доклад. Если у вас все, тогда, пожалуйста, выключайте свою презентацию. Это красный... Ага, вы выключили, молодец. Спасибо. Переходим ко второму докладу. Второй доклад – это Тарасенко. Геннадий, пожалуйста, вывешивай свою презентацию. Валерий Николаевич, а сегодняшнее расписание, оно совпадает с заявленным? Нет, не совпадает, потому что Годин отказался выступать. Он сейчас находится в Китае, и вот одна поправка – вместо Година будет Тарасенко. Все ясно, спасибо. Геннадий, ты меня слышишь? А, вот Геннадий запустил демонстрацию. Все, мы видим. Мы видим демонстрацию. Геннадий, пожалуйста. Мы слушаем. Сейчас, сейчас. Я здесь докладываю по принципиальной схеме получения новой энергии на основе модели планеты Земля и шаровых конкретций с позиции тектоники плит. Я сам защищал диссертацию по нефти по западной части Туранской плиты, и на основе этой схемы сейчас и на АССЕМ-24 тоже говорили, что можно подойти к другому варианту. То есть с позиции тектоники плит там тоже происходят взрывы, разряды и так далее в земной коре, и вот этот процесс им понравился, потому что многие, которые сейчас доклады делали, они на старой основе и так далее. Но я хочу сказать, что наша планета Земля устроена так, что в ядре планеты находится плазма, скорее всего, и вращение плазмы дает вращение геосфер, гетосферных плит и так далее. И вращение плит или трение плит между собой приводит к электричеству, и получаются электрические разряды в земной коре. Вот здесь вот написаны, так сказать, основы простой геологии с позиции тектоники плит, где падают океанические плиты, падают под континентальные плиты и так далее. И здесь как раз происходит образование нефти, воды, газа и так далее. И то, что я говорил о гелии на 24-й АЧСФ, как раз это все попадает в русло, и как раз мы здесь можем рассматривать эти процессы именно с позиции тектоники плит. И вот эти движения, которые происходят в земной коре, они очень влияют на то, чтобы получить электричество в земной коре, получить земное электричество, так сказать. Потому что там такие же грозы, как и в атмосфере и так далее. Вот здесь мои сейсмические разрезы, где я вижу зоны субдукции, обдукции, то есть наползания на континент и так далее. Геннадий, я, например, первый раз вот такие рисунки вижу, если можно поподробнее, что по осям и что внутри. Ну вот здесь где-то зона Конрада идет, Конрада вот здесь. Это что, расстояние? Одна обдукцирует друг на друга и другая субдукцирует, она идет в это. По горизонтали что? Метры что по горизонтали отложены? По горизонтали секунды, здесь до 20 секунд, вот здесь 20 секунд внутрь планеты, где-то 200-300 километров в землю. А по вертикали что? Вот это нулевой, вот это нулевой, это вот где нефть находится, там совсем маленькая, а остальное все идет мантия и так далее. Глубже-глубже. А что это, что это конкретно? Это сейсмический профиль, глубинный сейсмический профиль, он проведен по материалам Астраханской геофизической экспедиции. Это Бродский, Воронин, Металев, который я защищал свою диссертацию в Саратове, в Саратовском государственном университете. И я защищался по нефти. И вот из-за нефти я начал эти работы, работая с нефтью, так сказать. И выход у меня получился на шаровые конкретцы, которые я сейчас вот хочу дальше показать. То есть, если мы планета Земля, это тоже конкретционная модель планеты Земля, конкретцы, тоже как конкретцы. И вот таким образом образуется вот эта земная кора и другие планеты, наверное, я не знаю. Но, в общем, все происходит за счет холодного ядерного синтеза. То есть, в самой Земле тоже находится до 600 градусов плазма, если говорить, что это плазма, то там тоже гели или метан или что. Это еще непонятно. Мы еще туда не залезли. Но если сейчас смотреть по нашим работам, то, скорее всего, это будет, скорее всего, гели. Я сейчас гелием работаю, как раз делаю вот эти тектонические нарушения, которые за счет этих нарушений хочу получить шаровые конкретцы. Но дальше здесь показаны зоны субдукции, поглощений и так далее. Геннадий, для нас слово субдукция совершенно непонятно. Можно пояснить его? Мы же не геологи. Это поглощение океанической коры. Вот океаническая кора. Вот идет погружение под континент. Вот погружение океанической коры под континент. Есть зоны субдукции. Они уходят до 700-800 километров вглубь Земли, неся с собой осадочные толщи и так далее. И за счет этого образуется там нефть, газ, вода, о чем я говорил раньше. И вот это зона субдукции. А если наползание на континент, это обдукция. Обдукция. Там то, что я показывал раньше. Вот это и есть субдукция. Вот мои кандидатские диссертации, где я говорил, вот эти зоны Бузачи, Каратау, Южно-Мангишлатский прогиб. Это у меня западная часть Туранской территории была. И показываю, как здесь происходит миграция и так далее. То есть, когда я вышел на эти шаровые конкреции, то я подумал, что она вполне реальна может быть и самой земной корой, если его все проверить, обрисовать и поставить. Как это все? Геннадий, к нашему холодному синтезу, пожалуйста, давай привяжи это как-то все. К холодному синтезу здесь я хочу сказать, что я докладывался везде и так далее. Но все этот дрейф континентов, он связан именно с динамоэффектом планеты Земля. И здесь зарождается холодный ядерный синтез за счет вот этих исследований. То есть, вот эти лабораторные шаровые конкреции и другие металлы, нефть, газ, вода, все это образуется именно за счет холодного ядерного синтеза до 600 градусов, я считаю. И таких больших температур, как там миллионы градусов, этого не может быть, потому что если зона субдукции уходит в глубину, на 700 километров, то там уже должна быть температура где-то за тысячи градусов. Но мы получаем нефть, которая находится в спорах пыльца, которые попали в земную корову. Мы уже знаем, что оттуда образовалась нефть. Значит, на 700 километров там тоже до 600 градусов, потому что свыше 600 градусов органика уничтожается, и ничего не получается. И вот за счет вот этой температуры как раз вот этот холодный ядерный синтез происходит у нас в земной коре. И за счет этого получается и вода, и нефть, газ, и все другие полезные ископаемые в общем. Но нефть, я тебе напомню, что нефть ведь это не ядро, а это сложное соединение из известных, ядер, так? Поэтому говорить о том, что в результате ядерного синтеза получается... Да, да, да. Это, наверное, очень как-то свой образ. Он как раз и образуется за счет этого. Но я не буду читать здесь. Дальше. Вот для того, чтобы составлять эту схему, мы составили на моей Казатампромке, которая у нас есть здесь, в Актау, мы сделали такую схему. Но мы сделали такую схему, что чтобы не было вот этих реакторов, мы прицепили сюда статор. На статоре подается реактор, вставляется в статор, где происходит разряд. И вот эти разряды как раз приводят к тому, что на статоре появляется электричество. И вот это электричество я получил сейчас. И вот думаю, что если мы найдем типа шаровой молнии в этом реакторе, то она будет крутиться вечно, так сказать. Потому что планета Земля, если 4,5 миллиарда лет работает, неужели мы не сможем найти такую молнию, которая бы работала в реакторе. Хотя бы она пускай там 4-5 часов поработать и так далее. Это будет уже хорошо. Но у меня самое большое, больше 4 минуты работал сам реактор, и это напряжение появлялось на статоре. Про реактор поподробнее, пожалуйста. Из чего состоит реактор? Как он устроен? Вот реактор сам устроен. Здесь вот на картинке я вам показываю. Здесь это моя картина, то есть то, что я снимаю у себя в лаборатории. Вот сейчас вы посмотрите. Вот видите, какой идет разряд. И вот эти разряды, они за счет нефти появляются. Нефть, минералы, газы и так далее. Геннадий, подождите, пожалуйста. Поподробнее, как устроено вот это устройство? Не торопитесь. Расскажите, откуда здесь берется электричество разрядное? Электричество здесь, я же вам показал же вот это, по схеме. Вот электричество. Здесь мы убрали все, вот эту штуку убрали. Здесь стоит статор. Статор я вот, ну, ротор. Сейчас я вам покажу дальше, ладно? Хорошо? И тогда вы поймете. То есть вы подаете электричество от внешней цепи. Да. От внешней электрической цепи в розетку. Воткнули и подаете электричество. Да, да. И между этими шариками в разряднике шаровом у вас загорается, значит, вот такой разряд. Это типа шаровых молний, которые мы получили здесь в реакторе, должны получить. Вот в этом реакторе как раз вот сюда мы подаем гелий, дальше там нефтяной раствор с газом, с водой и так далее. И замеряем давление и так далее в этом реакторе. И вот когда идет разряд здесь в реакторе, на статоре появляется напряжение. Я вам сейчас чуть подальше покажу. Вот это вот первое, которое я в 2007 году сделал, вот это первая моя испытательная тема была. И я когда увидел вот этот сгусток, я подумал, что это и есть шаровая конкреция, которым нужно геологическое время, чтобы там застыло, там туда-сюда. И я показываю его везде, на многих конференциях, которые я ездил по ICCR. Вот здесь вот начинается... Еще раз верните, пожалуйста, вот вашу установку, потому что это и есть существо. Нет, нет, сейчас я покажу другую установку. Секундочку, чуть раньше, 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 не надо вперед. Нет, нет, вот я вам покажу свою лабораторию здесь, хорошо? Она вам лучше будет показывать. Здесь я вот как раз... Общие виды, Геннадий, общие виды-то нам не нужны. Нам зачем общие виды? Нам нужно понять, как устроен ваш реактор. Вот я показываю, вот порода, которую я загружаю в этот реактор и так далее. Я вам хочу показать, как я все делаю, понимаете, тогда вам легче будет. Вот сам реактор, вот здесь давление показываю. Сюда вставляем шланг, появляется газ. И здесь как раз вот эти штуки хочу показать, как идет разряд. Но что-то здесь нет, там, наверное, дальше есть чуть-чуть попозже. Я вам покажу попозже. Не хотите ответить на простой вопрос, как устроен реактор? Вы что, в реактор, это статор, давайте я своими словами попробую то, что вы почему-то рассказать не можете. Вы в статор электромотора, примерно 3-х киловаттного электромотора, заливаете, например, нефть. Заливаете, например, нефть в статор 3-х киловаттного электромотора. Что происходит, как электрическое ток проходит в этом электромоторе? Как он проходит? Он по обмотке просто проходит, который там вращается. Правильно я понимаю? Да, да. А дальше электричество куда уходит? Наше электричество уходит в реактор. В реактор. Статор не подключен. Мы в статор втыкаем вот этот реактор, за счет чего работает сам статор, за счет импульсов, которые там находятся в реакторе. И вот этот импульс дает напряжение на этом статоре. Значит, у вас разряд происходит в той среде, которую вы налили в роторную часть двигателя, а со статора хотите снимать электричество. Правильно я понимаю? Ну так вот это надо толком и рассказать, а вы почему-то голубым по Европам ничего толком не рассказываете. Нет, там есть как раз по фильму, сейчас посмотрите. Да ничего в вашем фильме не понятно, я его раньше видел. Вы уж извините, вы ничего толком не объясняете, к сожалению. Но вот более-менее понятно. Как у вас в нефти происходит разряд? Каким образом вы там разряд зажигаете? Как это получается у вас? Вот этот разряд работает так, что он дает импульсы в самом реакторе. В самом реакторе импульсы, типа плазмы, какой-то плазмы, которая дает напряжение на этот статор. Вот это самое главное. Хорошо, более-менее понятно. Проехали эту часть, давайте дальше ваши слайды показывайте. Вот смотрите, вот искра идет самого статора, видите? Вот сама искра идет. Я потом хотел прозондировать, сколько он там давать будет и так далее. Но ребята с МАЭКа пришли, посмотрели, говорят, Ген, она ничего не даст тебе. Я говорю, почему не даст? Потому что это слабоватый разряд и так далее. То есть мы даем больше, чем получаем. Геннадий, если вы внутри разряд производите, у вас ведь статор устроен из электрической обмотки. Он естественно, естественно, на нем наводится электромагнитное поле, электрическое поле наводится. И вы его тут регистрируете. Тут новизны пока никакой я не вижу. Вот, это неудивительно, что вы... Если мы там закрутим шаровую молнию, вот, и вот это как раз там был гелий. И вот за счет этого гелия разряд произошел. Видите? Вот это самое главное. И потом обрызгало всю стену и так далее вот здесь, в моей лаборатории. И все это пошло... У вас там произошел, возможно, какая-то ректификация нефти в разряде. Легкая операция, которая взорвалась в воздухе при наличии искры. Тут я тоже удивительно. Бензин взрывается легко, пока ничего особенного не вижу. Ну вот, вы молодец, конечно, такого никто еще не делал. Продолжайте, пожалуйста. Ну и вот здесь я уже показываю то, что я на конференциях был там, начиная там с Дагомыса и так далее, и кончая 22-м. И показываю свои конференции, которые раньше вам помогали. И вот непосредственно вот здесь торнадо у нас на Каспийском море появилось. Это когда поставили в море Кашаган, месторождение. То началось вот это то, что... Кашаган, Кашаган это что такое? Месторождение Кашаган в море. Это рядом с Тингизом и так далее. Продолжение Тингиза. И у нас здесь это самое... Очень интересно, видите, здесь какие-то торнадо идут. Ну, это вот как раз их островок, где они там работают и так далее. Итальянская фирма. А вот показываю мои конференции, которые именно вот эти цилиндрические конференции, которые... Как эти конференции относятся к теме вашего доклада, которые вот... Эти конференции, это тоже самое, конкреционный анализ планеты Земля. Я говорю, что когда Земля образовалась, был большой взрыв. И вот за счет большого взрыва образовалась сама планета, и как она там проходила ее, так сказать, эволюция. И получились вот эти конференции. В том плане, что они тоже самые похожи на планету Земля. И вот мы из-за этого их изучаем, чтобы получить вот эту конференцию. И из-за этого нам она нужна для того, чтобы получить вот эти сроски именно в этом... В реакторе. Но так как... Вы в реакторе хотите в результате получить вот такие вот твердые шары какие-то, шарики, да? Да, но когда эти же шары уже все, они уже ничего не делают. Но тогда, когда заработает этот типа шаровой молнии, как называется, они начнут крутить эту жидкость в реакторе, и у нас получится нормальный двигатель. Вот здесь как раз это двигатель Папы, где гели, неон, аргон, криптон, ксенон. Он там заливал все это дело и получал таким образом работу двигателя. А я делаю это как реактор, и он... Хочу тоже с него сделать как двигатель, чтобы он давал энергию именно со статора, чтобы со статора можно было получать энергию. И вот это я хочу добиться. И если мы это сделаем, то мы как раз получим саму планету Земля. И вот эта энергия, которая вырабатывается вот таким образом, она будет как сама планета Земля. Сама планета Земля, где мы ходим спокойно и так далее. Есть гравитация. И вот эти все летающие тарелки, космолеты и так далее будут именно вот с этим штукой связаны. Именно с этой моделью. Потому что вы сами знаете, что в космосе все летают и так далее. А если у нас будет модель планеты, то мы все будем сидеть спокойно. Это уже мечты. Ладно, давайте. К докладу не относятся. У вас все или еще что-то есть? А сколько времени уже? Ну, у вас еще есть время. Минутки две-три есть. Ну, давайте вопросы и так далее. Я хочу показать просто вот эти все конкреции. Вот даже в городе у нас свои конкреции тоже есть. Вот смотрите. Вот конкреции, смотрите. Внутри песок и так далее. с закатом вот этой глины и известняком. То есть разные конкреции. Вот эти изучения, вот эти конкреции как раз привело меня к этому делу. То есть изучение вот этих... Вот сам вот этот прибор внутри. Вот здесь разрядники, там 5-10 миллиметров ставим. И получается пробой на статоре. И вот этот сам именно реактор. А вы, например, нефть или еще что-то, вы вот в этот объем заливаете? Да, да, да. Сейчас это как минеральный раствор его называют. Ну, там он должен быть с каким-то камнями и так далее. Ну, то есть изучая, изучая сейчас. Я сейчас геоэлектрическую лабораторию сделал. И как раз вот в нем изучаю все эти дела. Ну, вот эти процессы, они похожи все на холодный ядерный синтез. И самостроение планеты и так далее совершенно другое. Не так, как мы думаем, что там миллионы градусов, то там реакторы, термореакторы и так далее. Нет, этого нет. А есть вращение и получение электричества. А земное электричество дает все полезные ископаемые, золото и так далее. То, что мы вот сейчас изучаем, того же Уруцкоева и так далее. Я с него начинал. Уруцкоева в Москве нашел его статью. И вот с Москвы вот это все веду. Вот здесь на Каспии есть конкреции различные. И вот их изучение как раз вот переводит к тому, что нужно их изучать, чтобы понять саму конкреционную модель самой планеты Земля. И туда мы уже… А вот остановитесь на этом слайде, на предыдущем. Вот это состав… Предыдущий слайд, пожалуйста, Геннадий. Вот этот. Это есть что? Состав вот какой-то одной из конкреций. Да, да, да. Это вот эта конкреция. Вот она. Вот здесь лежит. Отсюда взяли. Вот эти шары гигантские. Да, да, да. Они из-под земли выходят. Это тектоника плит. Они зародились где-то в Дежитебае, Узень сейчас, месторождение. И вот через миллионы-миллионы лет они выйдут на поверхность и разрушаются, и получаются шаровые… Вот вернитесь, вернитесь, пожалуйста, к предыдущему слайду, вот где состав. И давайте посмотрим. Значит, это все окислы, во-первых, да? Ну да. Это все окислы. Это означает, что… А вы утверждаете, что конкреция образуется где-то на глубине там несколько километров. Правильно я понимаю? Да, 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 да. Несколько тысяч километров. Да. Порядка тысячи километров. Да. Но я здесь просто коррелирую. И что, там у вас кислород получается внутри, огромное количество кислорода? Да. Ну, кислорода-то больше всего в земной коре. И вот как раз… Нет, я не знаю, коре-то может быть. Я исследую вот эти процессы. Как раз нужно заливать туда различные газы и испытывать весь этот процесс именно через… Сейчас подражайте, Геннадий. Вот эти мечты не нужны. Вы смотрите, что получается. Таким образом, на глубине примерно тысячи километров у вас имеется никель, феррум, цинк, да? Кобальт, габми, сера, углерод. А водород где? Почему нет никаких следов водорода? Ну, нефть есть, зачем нам нашего водорода? Нет, нет, в ваших конкрециях. Ваших конкрециях. В конкрециях… Нет, сейчас… Нет, везде только О. Первым, два, три, да, все. Нету, нету. Откуда-то вы срисовали этот состав. Нет, нет, это делали мы сами на МАЭКе, на МАЭКе, Казатомпром. Они делали в химической лаборатории. Три анализа сделала. Есть анализы для этого… Ну, если бы нефть была… Вот эти анализы. Смотри, Геннадий, то какие-то следы водорода бы были. Абсолютно нет следов водорода. Абсолютно нет следов водорода. Нет, вот здесь бериллиевые конкреции, так, СО, магнит, да. Ну, нефти нету, да, это точно. Ну, не нефти, а хотя бы хоть какие-то следы водорода. Геннадий, время истекло ваше. Давайте тогда, значит, пока, может быть, оставьте презентацию. Может, она понадобится. Вот у нас есть вопросы. Друзья, только у нас мы договариваемся так, что вопросы мы задаем короткие, четкие, ясные. А обсуждение относим это на круглый стол, если оно понадобится. Евгений Егоров, пожалуйста, Ваш вопрос. Спасибо, Гена. Вот есть такая книжечка Ларина «Наша земля». Это гидридная модель Земли. Вот Ваше отношение к тем процессам, которые Ларин описывает в этой книге. Мне не нравится его теория, честное слово. Я читал ее, ничего интересного не нашел там. Ответ получен. Спасибо. Евгений, больше нет вопросов? Спасибо. Анатолий Ильич Никитин, пожалуйста, Толь, вопрос. Геннадий, покажите, пожалуйста, электрическую схему Вашего опыта. Да, вот эту. Вот посмотрите, в правом верхнем углу у Вас находится вот этот выпрямляющий мостик. Неправильный он, неправильный, я знаю. Вы ошиблись, да. Я думал, в этом и есть Ваше слово. Спасибо. Это я знаю. Да, он об этом говорил, что они это выбросили. Он несколько раз об этом сказал. Да, мы это выбросили. И мы работаем по этой схеме, которую я Вам показал вот здесь на экране. И на экране как раз видно, что они от аккумулятора где-то 1000 микрофарад на 6 киловольт. Мы через него работаем вот по этой цепи и создаем большие напряжения и большие амперы. У меня сгорали все диоды и так далее. Но сейчас я уже приспособился, что они держат. И вот мы ищем вот этот разряд, который бы получили в этом реакторе. Что бы получился типа мотора и так далее. Но там работала бы шаровая молния. Это уже, Геннадий, ладно. Спасибо. Был вопрос о том, что неправильная схема. Значит, ну, ответ получен. Спасибо. Вопросов больше нет. Обсуждение. Спасибо Геннадию Тарасенко за какое-то новое направление для размышлений. Можно вы все-таки, я спрошу, может быть, вопрос. Правильно ли я понял, что по стандартной геологической модели на глубине примерно 1000 километров какая должна быть температура? Ну, не более 600 градусов. По стандартной модели. Не по твоей, а по стандартной. По этой там 3-4 и более 1000 градусов. В глубине 1000 километров, да? Да, да, да. А по твоей, значит, теории это не более 600 градусов, да? Да, не более 600. 600 градусов Цельсия имеется в виду, да? Да, да, да. Спасибо. По моей теории. Это у Егорова еще вопрос возник, что ли, или нет? Да, возник. Пожалуйста, еще последний вопрос. Вот, Владимир Владимирович, почему остановили бурение сверхглубоких скважин? Там ведь в районе вашем, в районе Баку было и Кольское. Ну, Кольское. Да, 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 она связана с тем, что идут тектонические нарушения. Они не понимают, что на 15 километров уже больше движения идет. Движения больше. И по сейсмическим данным, которые делали в наше время, показано, что эти движения в 10 и более раз больше, чем на поверхности. Потому что от ядра идет движение. Например, ядро вращается 20-40 метров в секунду, и эта скорость распространяется по всей Земле за счет вращения всех геосфер. И колонну эту сжимает просто-напросто. Они не могут никак дальше бурить, потому что сжимает. Получается, что бурение... А до какой глубины они добурились? Они 12 с чем-то добурились. 12-300, что ли, 12. Это, между прочим, та же глубина, что и на Кольском. Ну, это Кольска. Я говорю про Кольска. Я про Бакинскую не знаю. Я Бакинскую не видел. Хорошо, понятно. Ответ получен. И, Володь, ну, вроде бы не было уже последних. Ну, давай быстренько ты вопрос. Пожалуйста. Вопрос. Вот как вы связываете, так сказать, вулканическое извержение, когда там более полторы тысячи градусов, и вашу теорию? Нет. Там где-то до тысячи градусов. А магма образуется не за счет того, что она поднимается с ядра и так далее, а за счет электричества в земной коре, в зонах субдукции, где проходит больше энергии и так далее. И вот это... Магма это делается за счет электричества в земной коре. Но это не то, что вы думаете, идет с базальной пачки и так далее. Нет. Они образуются непосредственно именно там, где этот... где вулкан находится, там и образуется вот эта магма. А не за счет того, что выходит там откуда-то и так далее. Нет. За счет электричества в земной коре. Вот это запомнили. Молодец. Спасибо, что сказал. Спасибо, но сомнительны. Не, не сомнительны, а потом узнаете. Хорошо, да. Спасибо за вопрос. Жалко, что Киркинский... Не знаю, есть он у нас сейчас тут или нет. Вот он же у нас доктор-геолога минералогических наук. Он мог бы что-то спросить. Мы в этом не очень понимаем, но идеи довольно интересные. Спасибо, Тарасенко. Геннадий, убирай свою презентацию, пожалуйста. Выключай. Следующий доклад у нас – это доклад Шишкина по коронному счетчику излучения. Не уходит? Нет, не уходит. Вова, иди сюда. Вова! Я вот нажимаю на это, на... Ну, красная там клавиша наверху, на нее надо нажать. На красную клавишу. Наверху. Дальше чего? Да нет, не нажал. Потом все переделай. Так, все, выключил. Спасибо. Александр Шишкин. Саша, пожалуйста, свою презентацию включай. И тебе слово. Вот, Виталий Алексеевич тут появился. Что-то он хотел, наверное, сказать, но что-то мы ничего так и не услышали. Видно презентацию или нет? Нет, пока не видно. Не вижу. Я отказываюсь комментировать. Хорошо, я это почувствовал. Спасибо, спасибо. Видно? Вот, секундочку. Вот сейчас видим, да. Сейчас видим. Так, она двигается, да? Она двигается, да. Ну, я с вашего позволения оставлю так, потому как возиться с переключением экрана не хочется. Я не буду останавливаться на устройстве коронного счетчика излучения, потому как это стандартный коронный счетчик нейтрона СНМ-14. Я по профессии инженер-физик, физико-защита и дозиметрия. Я занимался разработкой системы радиационного контроля на фазотроне УИИИ. И, в частности, для регистрации нейтронов использовался коронный счетчик СНМ-14. Исследования его проводились в 80-х годах прошлого столетия. Сегодня я предлагаю вам применение этого счетчика для контроля, я так полагаю, неизвестного излучения в том числе. Значит, коронный счетчик СНМ-14 был подключен через 10-метровый коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом к низкочастотному амплитудо-цифровому преобразователю теремина. Условно, теремина, который, в свою очередь, соединен через аудиокабель USB 2 к персональному компьютеру. При включении пропорционального и программного обеспечения теремина на экране компьютера в реальном времени строится спектрограмму. Это устройство было задействовано, наверное, не далее, как два месяца назад. Поэтому исследование, что получается, вот оно проходит сейчас в реальном времени. При первых измерениях были зарегистрированы две составляющие спектра. Это низкочастотная составляющая спектра НС и среднеэнергетическая составляющая. Низкоэнергетическая имеет максимум интенсивности в диапазоне энергии. Я подчеркиваю условных энергий, потому что мы не проводили привязки к энергиям именно этого устройства. Поэтому условно от 0,8 к до 105 к и спадают практически до 0,250 к. А вот среднеэнергетическая составляющая начинается от 75 к, максимум интенсивности в области 250 к и спадают почти до 0,650 к, особенности НС и СС. Экспериментально обнаружено, что низкоэнергетическая компонента очень сильно реагирует на проявление даже слабых электромагнитных полей. Например, при включении потолочных светодиодных светильников, в которых используются импульсные высокочастотные десятки килогерц трансформаторы, составляющая исчезает. При включении около детектора, вентилятора или источника питания от компьютеров с электромагнитными полями 50 Гц, составляющая НС также быстро спадает. НС, как обнаружилось, накапливается в углах конструкции помещения. Интенсивность низкоэнергетической составляющей очень сильно меняется в течение суток и в течение месяца. И наоборот, среднеэнергетическая составляющая слабо реагирует на электромагнитные поля и слабо меняется в течение длительного времени. Первая точка расположена в небольшой моей лаборатории на лабораторном компьютерном столике, поэтому КС – это компьютерный столик. Вот перед вами сам датчик, вот он желтенький. Это просто подвод электрического кабеля и изоляция. Через 10 метров находится теремина, которое подключено персональному компьютеру. Первые сутки, 6 сентября, было проведено 4 измерения. 4 измерения проводились без потолочного освещения, то есть без влияния электромагнитного поля. Это черная составляющая и синяя составляющая – это когда потолочное освещение включалось. То есть видно, что в черной составляющей пропадал целый кусок спектра. А вот красная – это есть вычет из черной составляющей, синей составляющей. За 4, за день эксперимента я провел только 4 измерения. И вот эти колебания интенсивности, импульс в секунду, импульсов за 1000 секунд на ССС показаны на следующем графике. Вот этот график. Но здесь уже импульс в секунду. Вот эта составляющая черная, как она менялась в течение дня. Вот эта красная составляющая от 6 до 8 импульсов в секунду. И вот составляющая низкоэнергетическая от 3 до 6 импульсов в секунду, как менялась в течение дня. А вот как менялась эти же составляющая в течение сентября по дням. Вот с 1 по 30 сентября. Очень интересно то, что максимумы, вот эти максимумы, приходятся на новолуние. Причем точно такое же повышение интенсивности я получил и в августе, но в августе я не проводил ежедневных измерений. А вот вторая точка – это подоконник. На нем видно конструкция подоконника, где большое количество углов. Детектор лежал вдоль этого подоконника. Вот какие спектры. Опять, черный график – это без влияния электромагнитных полей, то есть без влияния потолочного освещения. Красный график – это при включении потолочного освещения. А синий график – это вычитание из черного-красного. То есть похоже, что потолочные трансформаторы вытягивали из подоконника вот эту низкоэнергетическую составляющую. Следующее измерение проводилось в тумбе, в закрытой тумбе, то есть на которой освещение не влияет. Вот в левом нижнем углу она находилась там. Результаты измерения приведены на этом графике. Опять-таки черная кривая без включения потолочных трансформаторов, то есть без освещения. Красная кривая при включении потолочного освещения. А синяя кривая – это результат вычета из одного спектра другого спектра. Видно, что здесь характер изменения противоположный, чем на предыдущем графике на подоконнике. Отдельно проводились измерения около различного типа установок. Вот слева на этом фотографии вот это вал гидродинамического генератора, ну, грубо говоря, кавитатора. Детектор располагается на высоте 270 миллиметров от пола и где-то не достигает до оси вращения 20 миллиметров приблизительно. Измерения проводились следующим образом. Сначала мерился фон до запуска генератора, затем включался генератор, проводились измерения фона при включенном к авиаторе. И затем измерялся фон после выключения генератора. Вот интересные результаты. Вот черная кривая до включения, красная во время работы генератора, синяя результат вычитания, то, что, по сути говоря, вносит генератор. Ну, если по цифрам, то вот максимум красного это 125 импульсов за 1000 секунд, средняя черная это 100 импульсов за 1000 секунд. И синяя это разница, это 75 импульсов за 20 секунд. На следующем графике приведено кривые по сравнению фона. Фон, который был до включения генератора, черная линия. Фон, который после выключения генератора. И видно, что генератор изменил соотношение фона, то есть фон уменьшился. А вот это измерение проводили на установке Степанова. Это выпуск 17 августа. Это выпуск пары с большим давлением через дроссельную шайбу 10 миллиметров. Черная кривая – это первое измерение 1200 секунд. Пар не выпускался, просто повышалось давление пара в сосуде. А вот через где-то порядка полчаса после вот этой кривой мы зарегистрировали резкое увеличение интенсивности. Красная кривая опять-таки до выпуска пара. Но давление увеличилось там приблизительно до 40, может быть, меньше атмосфер. И вот эта зеленая кривая – это в момент выпуска пара. Вот характерно, что в момент выпуска пара низкая энергетическая составляющая, как видите, пропала. То есть такое впечатление, что выпуск пара приводит к тому, что увеличивается электромагнитное поле. То есть сам пар с большим, которым ускорение двигается через шайбу, он сам создает электромагнитное поле. А на следующем графике показаны графики, как менялась форма спектра. Значит, черный спектр – это в первые 155 секунд. Затем красная кривая – это от 155 до 335 секунд. И синяя кривая – это от 155 секунд до 575 секунд. Вот видно, что при уменьшении давления, при сбросе пара у нас появляется низкая энергетическая составляющая. Спасибо за внимание. Список литературы. Все. Спасибо, Александр Львович. Не убирай пока презентацию. Я два слова скажу дополнительно к этому докладу, потому что это все с некоторым моим участием проходило. Значит, может быть, не всем это понятно. Это очень сильно связано с тем, что я вчера докладывал. Может быть, не очень там все-таки все было сжато. И тоже не очень все поняли, о чем идет речь. Дело в том, что мы… Вот Александр Львович, он специалист в измерениях радиоактивных ситуаций на объектах. Это его профессия. Он многие годы этим занимался в Дубне. И он вот эту линию продолжает и здесь с нашими уже реакторами. И, собственно, вот это очень здорово, потому что радиационный контроль, радиационный контроль около наших реакторов, он очень важен. Наладить какую-то технологию. И вот что важно. Я вчера вам рассказывал про гамма измерения, измерения фотонного сигнала. А вот этот вот датчик SNM-14, о котором он сегодня в самом начале говорил, это датчик, который предлагается использовать его… Он вообще применяется для измерения не фотонного сигнала, а для измерения нейтронного сигнала. То есть частица должна пролететь сквозь разряд, который там внутри этого датчика, небольшой такой тлеющий разрядик, там навести какое-то возмущение. И это возмущение измеряется электрическими устройствами снаружи. Вот идея состоит в том, что в окрестностях наших реакторов, кроме рентгеновского излучения и кроме нейтронов, которых, скорее всего, нет, потому что мы другими датчиками нейтроны пытались регистрировать, мы специально заказывали датчики TLD, они называются, размещали их там во многих местах, никаких нейтронов нет. А вот с помощью этого устройства и других мы видим какие-то следы, как будто бы нейтроны летят. Понимаете, что значит как будто бы? Счетчики, ориентированные точно на нейтроны твердотельные, их не регистрируют, а вот такие пролетные, где частица какая-то пролетает в объеме, в котором есть разрядик, и она этот разрядик модифицирует, его изменяет, и по этому изменению можно намерить, значит, какую-то величину напряжения, по сути дела, и сделать выводы, много летит, мало летит или так далее. Вот об этом он сегодня говорил. Вот я закончил свое добавление, о чем, собственно, шла речь. И тут у нас три вопроса. Юрий Кириллович, пожалуйста, ваш вопрос. Вот у меня вопрос. Диаграмма направленности есть вот у этого датчика? То есть чувствует он направление или же он, так сказать, изотропен, вообще это чувствует? Нет, конечно, у него есть диаграмма направленности. Сейчас я... Вот датчик, вот он, вот он желтенький, вот этот. Значит, естественно, у него наибольшая чувствительность вот в этой плоскости. В радиальном направлении, да, получается? Ну, поперек ДТР. В горизонтальном. В горизонтальном, да. Потому что у него большая поверхность здесь, я бы так сказал, больший объем. А вот потолочные, вы говорите, потолочные, они светодиоды чувствуют, трансформатор там, высокочастотной пульсации. Вроде диаграмма у вас это по горизонтали? Действительность. Понимаете, вот опять-таки, что я хотел сказать. Я хочу сказать, что у нас с Валерием Николаевичем есть теологические разногласия о том, что мы меряем. Он считает, что это темный водород, а я считаю, что вокруг нас находятся энергетические кластеры. Они постоянно находятся, потому как этими измерениями я занимаюсь лет 17 уже последних. И много работ экспериментальных сделано. Поэтому я считаю, что мы не... Саша, давайте ускоряемся, значит. Тут уже, потому что надо еще время дать. То есть все что находится. Еще один момент. Просто у вас это на каком этаже? Это первый этаж. А, первый этаж, да. А то потолок минус первого этажа, это есть пол этого. Да, это всегда первый этаж. И у Степанова применение вот этого, около вот этого котла, о котором я вчера говорил, где были показаны тоже, вот он это сегодня показывал, замечательные изменения спектра, которые регистрируют. Что-то пролетает, кроме гамма-излучения, что-то еще пролетает. Потому что эта штука, гамма-излучение, значит, она, кроме гамма, реагирует еще и на пролет частиц или еще чего-то, о чем говорит Шишкин. Спасибо, Юрий Кирилович. Спасибо большое. Интересный доклад очень. И, значит, вот, Анатолий Ильич, пожалуйста, Викторий. Хотелось бы несколько слов услышать о принципе работы его. И вопрос такой, реагирует ли только на нейтральные частицы, типа нейтронные, или на заряженные частицы? Отвечаю. И третий вопрос заодно. Вот калибровка по энергиям у вас, это вы по какому-то источнику калибровали или каким-то образом перестраивали там? Отвечаю. Значит, детектор устроен следующим образом. Это цилиндрический детектор с коаксиальным анодом, который проходит по всей длине детектора. Длина детектора приблизительно 152 миллиметра. Диаметр 18 миллиметров внутренний. На тонкую нить подается анодное напряжение. В данном случае мы подавали его ниже рабочего почти в два раза. То есть 1300-1600 вольт мы подавали всего 700 вольт. При этом напряжении, значит, возникает коронный разряд. То есть через детектор постоянно проходят импульсы коронного разряда. А на поверхности катода, вот на этой поверхности трубки, внутри нанесен слой бора десятого, который при взаимодействии с тепловым нейтроном испускает альфа-частицу. Эта альфа-частица вылетает в объем счетчика. Вот коронный разряд. Саш, короче, короче, потому что он со временем очень слабый. Значит, детектор реагирует только на те частицы, которые создают пары, электрон-ионные пары. На все другое он не реагирует. Хорошо. Такой вопрос. Есть ситуация случайная. Подожди, Толь, подожди. Он задал вопрос относительно энергии. Ты уже что-то... Калибровки по энергии не проводилось, потому как... Не проводилось, и все. Нет, я не понял. Это просто изменяется напряжение? Или как вы тянете по спектру, по вашим киловольтам? Он спектрометр теремина выдает на экране вот такую кривую. Ну, понятно. Кривая как получается? И у него по этой шкале по оси Х отложена так называемая условная энергетическая шкала. Условная, я подчеркиваю. Просто это в паспорте прибора так у вас имеется, да? Это прибор импортный, который... Саш, Саш, подожди, подожди. Толь, Толь, это самое. Толь, Толь, по времени... Анатолий Ильич, секундочку. Я не все понял. Дальше, поскольку реагирует на альфа-частицы, значит, это может реагировать... Нет, никаких альфа-частиц нет. В данном случае нет альфа-частиц. В данном случае их нет. Давайте разбираться вы... Толь, подожди. Нет, нет, самый важный вопрос, простите, пожалуйста, не перебивайте, не надо такого. Значит, если там случайно через стенку залезет заряженная частица, то он на нее среагирует, правильно или нет? Да, да. Все, спасибо. Но только в данном случае мы работаем в нерабочем режиме. Мы работаем в области шумов коронного разряда. То есть, грубо говоря, в качестве детектора использовались изменения характеристик шумов коронного разряда. Саш, понятно. Спасибо большое, спасибо за то, что я хотел узнать. Спасибо большое. Свободная заряженная частица через слой металла, конечно, пролететь не может. Это очевидно. Только какие-то мега-мега электронвольтные. А так в нашей комнате таких частиц не бывает. Спасибо, Никитин, за вопросы. Тем не менее, проясняющие. Спасибо. И Сергей Цветков, последний, пожалуйста, если быстро, можно. Вопрос такой по поводу оценивали эффективность этого счетчика. Нет. Почему? Эффективность к чему? К измеряемому фону, к измеряемым параметрам вашим. Вы как-то говорите, что вы специалист по измерению излучения, а вы такой ерундой занимаетесь. Остановитесь немного. Я вам сказал, что детектор работает совсем по другому принципу и меряет пока, как я думаю, не то, что он должен мерить. Я так думаю, он меряет онлайн так называемое странное излучение. Прибровать его пока не удалось. Я не знаю куда, посмотри то, что не знаешь. Сергей, Сергей, вопрос был задан. Ответ был получен. Давайте комментарии. Комментарии, Сергей, вы сможете на круглом столе поругать или похвалить сможете на круглом столе. Спасибо Сергею Цветкову за вопрос. Саш, не обижайся, но критику какую-то, здоровая критика, она только улучшает работу. Спасибо Шишкину за доклад интересный. И, Саш, убирай, пожалуйста, свою презентацию. И второй доклад. Очень мало времени, к сожалению, очень быстро. Пожалуйста, Дима Баранов, пожалуйста. Баранов, Баранов, ты куда девался? Не видим Баранова, поэтому давайте тогда... Я зашифрован под именем Ольга. Ну, ты не только зашифрован, ты еще и почему-то медленно все делаешь. Ну, давай презентацию выставляй. Я нажал на зеленую кнопочку. А там еще надо нажать на кнопочку «Поделиться». Приложение, редакция. А где она? Она сверху? Там надо найти твою картинку. Ты когда нажал зеленую, надо найти ту картинку, где у тебя презентация. А, хорошо. Вот так, нажал. А это поделиться оно на моей презентации, что ли, где-то, да? Ну, ты же ее должен показать. А где она? Самая верхняя строчка? Нет, на экране ты должен увидеть твой рабочий стол. А, есть, вижу. На твоем рабочем столе твоя презентация. Видел. Нажал. Все. Дим, у тебя очень мало времени. Попробуй уложиться максимум 10 минут. Так, максимум. А что-то показалось вам? Показалось, да. Только у тебя какой-то сбой произошел. Пожалуйста, вернусь назад. Попробуй двигать. Не трогай ничего. Я сделаю это. Не надо ничего делать. Двигай дальше. Все. Ничего не надо делать. А, ну ладно. Все. Я начал, да? Да, да, да. Начинай. Быстрее, пожалуйста. Так. В 2017 году хотели делать колориметр высокоточный. И стали мерить температуру в комнате в течение длительного времени. И обнаружили, что температура скачет ночью. Вот пример таких скачков вот здесь. Вот смотрите. В час ночи температура вдруг резко падает на 2 градуса. Смотрите, колебания совсем маленькие. В этот момент колебания температуры отсутствуют. А потом в 5 часов где-то приблизительно возвращается назад. И так каждую ночь. И это продолжается уже 5 лет. Что это такое? Это загадка. Ну вот мы пытаемся ее разрешить. Разбираемся в этих особенностях. Особенности такие. В будние дни скачки вот такие. А во вторник, ночью во вторник, скачки раза в полтора по амплитуде больше. И по длительности больше. Вот. И что с этим делать? Ну, конечно, хотелось найти сначала какие-то банальные причины. Мы там думали, что посетили. Сети какие-то идут наводки. Отключали от сети. Смотрели, что происходит. Умерили на Пасху весной. Думали, там метро выключается в другое время. И может что-то по-другому будет. Нет, этого ничего нет. Ну и в результате вот мы в 17-м году намерили довольно много. Но потом мы померили в железном ящике. И в железном ящике был эффект. Но когда я тщательно заделал все тонкие щелочки, которые там были, он пропал. Это нас как-то... Дим, ну надо пояснить, что такое померили в железном ящике. Взяли железный ящик из толкастрии. И что в касте... Подожди, уж я-то говорю. Взяли железный ящик. Ну ты долго говоришь. Взяли железный ящик. Ну хорошо. Но ты расскажи толком. Очень быстро торопишься. Ничего не понятно. Поместили термопары и сам этот измеритель стандартный в железный ящик. И источник питания там. И тогда, когда тщательно заделали дырки, они ничего не увидели. Это нас сбило, и мы как бы перестали этим заниматься. А потом в 21-м году у нас появился новый прибор, и мы с ним поработали. Так. И вот теперь, значит... Ну в общем, у нас четкое мнение, что это не температура. Это какое-то влияние. Пока говорю, что непонятно чего на всю аппаратуру. Ну вот одно из самых первых измерений. Вот здесь сразу все четыре термопары, показанные, которые использовались одновременно. И вот смотрите, здесь одна термопара. Все показывают провал температуры, а она показывает... Ты объясни, что у тебя по осям надо точно людям сказать. По осям время. А с какого момента по какой... А по этой оси температура тут в градусах Цельсия. Теперь, значит, смотрим на фронты. Вот на этот фронт и вот на этот. Дим, у тебя что-то произошло, почему-то прекратилась демонстрация у тебя. Интернет слабый. Так, что-то у него сломалось. Значит, ну я продолжу своими словами. Тогда вот закончу за Баранова. Значит, еще раз. Мы в течение длительного времени непрерывно в нашей лаборатории ИНЛИС мерили температуры. Вот в течение, например, недели непрерывно. С помощью термопар и с помощью специального измерителя, который записывает на карточку эти показания со скваженностью в 10 секунд, например. И потом все это на компьютере смотрим, рисуем. И увидели такую вот картину, что каждую ночь у нас температура почему-то с часу до 5, примерно так, грубо говоря. Или там час 13 минут, до 5, там 30 минут. Резко падает буквально на 2 градуса Цельсия, а в 5 часов опять возвращается назад. Вот эти обстоятельства он о них рассказывал. Мы поняли, что эта реакция, возможно, и на электромагнитное какое-то возмущение. Потому что когда мы поместили все приборы и термопары, в том числе, в тщательно изолированный от возмущений металлический ящик, то тогда вот эти вот скачки температуры прекратились. Если даже маленькая, очень маленькая дырочка, которая для, например, электромагнитного длинноволнового, она не играет роли, то все равно сразу скачки температуры возобновляются. Ну и вот какое-то время назад, примерно полтора года назад, опять возобновили эти измерения, потому что у нас возникло ощущение, что это не электромагнетизм и это не измерение температуры, а это нечто другое. Потому что если мы эту термопару поместим внутрь большой бочки, вот 19-литровой бутылки воды, то точно так же в середине ночи, вот в час ночи, почему-то температура упадет, как будто температура всей бутылки вот этой изменилась на 2 градуса. Но это невозможно, потому что бутылка ее охладить или нагреть, сами понимаете, нужна огромная мощность. Откуда она здесь у нас в какой-то лаборатории взялась такая? Это десятки киловатт мощность нужна, чтобы за несколько секунд все это охладить. Вот это суть доклада. Я, к сожалению, дальше уже не могу время на это тратить, но у нас есть несколько предположений, и одно из них, что это человеческий фактор. Например, это мы неподалеку от Останкинской башни что-то там включают и выключают, но среда в нашей лаборатории, я в своем докладе об этом говорил, среда в нашей лаборатории настолько какая-то вот своеобразная, что она реагирует на эти возмущения, приходящие, например, от Останкинского излучателя, очень мощно, что влияет на показания термопар, которые мы измеряли в течение многих лет. Спасибо за это, что вы потерпели. Тут, к сожалению, такое выключение произошло. Извините, пожалуйста. По этому докладу мы заканчиваем и переходим к последнему докладу сегодняшней вечерней сессии. Это доклад Чикавани и Алабина методика планковского пирометра. Вот кто там будет докладывать? Ну, Вальдер, ты вообще мне все сорвал. Просто не то совершенно ты сказал. Там нет же никакого этого Останкинского излучения. Там есть влияние Луны, там есть нейтринные компоненты, которые из Земли идут. Дим, 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 Валер, ну ты что сделал? Давай, ты в этот самый, как в круглый стол, сможешь немножко сказать, почему-то у тебя все выключилось. Почему-то у тебя все выключилось. Вот ни у кого не выключалось, а у тебя все выключилось. Да, кто... Извините, прерву. Скажите, будут дополнительные доклады сегодня или нет? Да, сегодня должны быть дополнительные доклады. Или у вас сапог добавить? Но сейчас у нас пока... Будут дополнительные доклады. Сегодня вторник будет первая серия дополнительных докладов. Будет серия дополнительных докладов. Значит, ну сейчас должны быть у нас Чикавани или Алабин. Кто-то из них должен выступать. Да, здравствуйте. Я буду выступать в Чикавани. Да, да, пожалуйста. Пожалуйста. Вас зовут, как извините? Наталья Зауровна. Наталья Зауровна, очень приятно, что вы к нам присоединились. Пожалуйста, вам слово. Вывешивайте свою презентацию. Для этого... Да, видите, молодец. Вы умеете быстро это делать. Так, здравствуйте. Хотелось бы еще раз представиться. Меня зовут Наталья Чикавани. Я буду сегодня представлять вот такой вот доклад «Методика Планковского пирометра в эксперименте по электрозрыву металлических проводников». Работы по электрозрыву проводников проводятся в Абхазии, в Сухумском физико-техническом институте в городе Сухум. Работы проводятся на установке под названием «Гелиус». Установка «Гелиус» состоит из конденсаторной батареи, системы откачки, разрядные камеры и в основном основные элементы. Хочу представить вам набор оптических методик, применяемых на эксперименте. Их можно разделить на несколько видов. Это интегральные по спектру. Наталья, картинок не видно. Не видно картинок? Да, спасибо за внимание. Мы видим. Ой, извините, пожалуйста. Давайте подождите, я попробую еще раз. А у вас, да, то есть не листается. Вот листается. Вы в самом начале. Таким образом листается только. Да, да, да. Вот сейчас вы начали. Тогда можно, если я начну чуть-чуть, вернусь назад, если это не затрудняет. Вот то, что я говорила про установку. Вот наша установка состоит из конденсаторной батареи. Также там есть система откачки, разрядник, газовый триготрон и сама непосредственно разрядная камера, которую вот вы видите на слайде. Набор диагностических методик, которые мы используем, оптических методик, которые используются на эксперименте, можно разделить на несколько видов. Вот первый, интегральный по спектру, который позволяет регистрировать динамику оптического излучения во времени. Интегральные по времени позволяют регистрировать оптическое излучение с разным спектральным разрешением и комбинированные, которые позволяют регистрировать динамику эволюции оптического излучения с различной временной задержкой от начала электрозрыва. При электрозрыве вольфрамовых проводников спектр оптического излучения состоит из двух частей. Это линейчатая часть и сплошная, планковская. Вот типичный спектр, который мы получаем во время электрозрыва, представлен на слайде. Отношение интенсивности сплошной и линейчатой составляющей спектра сильно зависит от диаметра проволочек. Хочу обратить ваше внимание на следующий слайд. Вот синим обозначена у нас проволочка диаметром 200 микрон. И видно, что в ней сплошная часть намного выше, чем линейчатая. А вот проволочки, которые идут более меньшего диаметра, 30, 56, 100, здесь ярко выражена линейчатая часть. То есть получается, что с увеличением диаметра проволочки линейчатая часть проседает. Листа чуть-чуть подвисает, поэтому немножко задержка идет. Возможно, у вас интернет медленный, поэтому не терапитесь, ничего страшного. И секундочку, Наталья с нами говорит из Абхазии, из Сухума. Насколько я понимаю, у нас вот такая интересная география. Наташа, не волнуйтесь, спокойненько продолжайте. Хорошо. Для исследования планковской составляющей спектра нам необходимо было исследовать, мы решили исследовать именно планковскую составляющую спектра, потому что форма планковского распределения, излучения нагретого тела, она зависит от температуры. Вот график зависимости представлен. Следующий слайд открылся у вас? Да, открылся. Все, для исследования планковской составляющей спектра были проведены калибровочные работы в несколько этапов. На первом этапе мы при помощи прибора Ocean Optics осуществляли регистрацию оптического спектра калибровочной вольфрамовой лампы Сирж, которая очень хорошо аппроксимируется распределением планков. Результаты измерения температуры, полученные из этой аппроксимации, хорошо совпадают с паспортными данными лампами. И это нам позволило сделать следующий шаг. Следующий шаг мы применили данную методику уже по модельному объекту, который мы взяли, нагретую проволочку, в разрядной камере. Измерение температуры именно нагретой проволочки мы проводили двумя способами. Первый способ был приблизительно похожий на калибровочный. Мы снимали спектр нагретой проволочки при помощи Ocean Optics и также при аппроксимации получали значение температуры. И также мы проводили второй в этой же работе, то есть для этой же проволочки, мы проводили зависимость удельного сопротивления от температуры. И при полученные данные для двух способов очень хорошо между собой согласуются. Вот если график представлен, сравнение температуры, измерение различными способами. Хочу обратить внимание, что оба способа имеют небольшое отличие в измерениях друг от друга, что позволяет применять данную методику уже непосредственно для определения температуры в экспериментах. Методика, позволяющая определять температуру по Планковскому спектру, называется спектральный пирометр, и она подробно упоминается в работах Александра Николаевича Могунова. Мы применяем данную методику к новому объекту, это к взрываемой проволочке. Для применения данной методики к снисационарному объекту было проведено модулирование. Для начала рассчитали форму Планковского распределения для линейного роста температуры. И получили зависимость от двух параметров. Это от температуры и длины волны. Вот функция зависимости представлена на слайде. График Планковского распределения нас интересовал в диапазоне от 400 нанометров до 1000 нанометров. И этот полученный график хорошо аппроксимируется в диапазоне температур до 5000 кельвин и длины волны до 1000 нанометров. Вот следующая функция, которая представлена на слайде. Произведя обратную подстановку, получаем функцию распределения Планка для нестационарной температуры, которую мы использовали для получения некой эффективной температуры при электровзрыве. Как и следовало ожидать, основной вклад в интеграл вносит излучение при максимальной температуре. Если в данной функции температуру установить как постоянную величину, то функция превращается в обыкновенное распределение Планка. И в дальнейшем мы данную методику можем применять для аппроксимации именно сплошной составляющей спектров. В ряде экспериментов нами проводился электровзрыв именно нагретой проволочки. Спектрограф Ocean Optics обладает широким динамическим диапазоном и он позволяет зафиксировать спектр нагретой проволочки до электрозрыва и непосредственно уже в сам электрозрыв. Что такой метод измерения позволил избавиться от учета геометрических факторов при расчетах. Температура и диаметр нагретой проволочки известны, что позволяет оценить мощность излучения в заданный телесный угол. Сравнение отношений амплитуды спектра нагретой проволочки к получаемому в момент электрозрыва спектру позволяет оценить мощность излучения. Измерения по описанной методике показали, что температура плазменного образования, возникающая во время электровзрыва, составляет от 0,3 до 0,6 электроновольт. А зарегистрированная мощность излучения на 3, а то и 5 порядков превышает ту величину, которую теоретически может излучить поверхность нагретой проволочки при определенной температуре и диаметре, если и рассчитывать из формулы планка. Столь значительное несоответствие мощности регистрируемого светового излучения приводит к пониманию того, что объем об объемном характере излучения плазменного образования. Во время электрозрыва проволочка разрушается и превращается в наночастицы, которые излучают по всему объему. Этот вывод хорошо согласуется с полученными во время электрозрыва и обными фотографиями. Вот она представлена у вас на рисунке. Видно, что свечение в момент электрозрыва имеет именно объемный характер. Это говорит о том, что это излучают наночастицы. Таким образом из полученных результатов можно сделать вывод, что во время электрозрыва проволочка взрывается до момента плавления, что ставит под вопрос именно классическую картину электровзрыва. При исследовании планковской составляющей спектра на проволочках малого диаметра ярко выражена надпланковская часть. Хочу обратить ваше внимание. Вот она надпланковская часть. Природа данного явления пока не установлена, но мы ведем работы по ее определению. И в конце своего выступления хотела бы еще раз обратить внимание на выводы, которые мы сделали. Мощность излучения на 3-5 порядков превышает ту величину, которую теоретически может излучить поверхность проволочки при заданной температуре и диаметре. Второй вывод это значительное несоответствие мощности регистрируемого светового излучения объясняется тем, что во время электрозрыва проволочка разрушается и превращается в наночастицы, которые излучают по всему объем. И третье, что во время электрозрыва форма сплошного спектра несколько отличается от планковского распределения и в синей области имеет, как мы называем надпланковскую часть. Спасибо, Наташ. Значит, друзья, пока вопросы готовьте. Я, может быть, еще вопросов нет, хочу пояснить. Значит, смотрите, вот основной вывод, авторы очень много с этим работают, для них тут как бы они коротко проходят основной вопрос, а вот мы можем на него не обратить внимания. Дело в том, что они показали, вот они показали, что взрыв проволочки осуществляется не через процедуру плавления, а через процедуру какого-то типа взрыва внутреннего, как будто что-то взрывается, ну, например, взрывается электромагнитное поле, которое разрушает и частички этой проволочки разлетаются. Вот это одна из основных выводов работы, хотя тут масса других. У меня вопрос, Наташа, смотрите, можете ли вы показать еще раз хотя бы пару спектров именно в момент взрыва? Не один, а пару спектров, если у вас есть. Вот. Вот покажите последовательность. Вот для какой-то конкретной проволочки в течение времени, вот скажем, в первую миллисекунду, в десятую миллисекунду, такого нет у вас сравнительного? Нет, у нас эволюцию зарегистрировать мы не можем, потому что мы ограничены во времени. То есть вы только один раз можете ее мы снимаем именно один кадр, потому что электрозрыв происходит при микросекундном разрешении, поэтому... Ну, понятно. Да, покажите какую-то проволочку типичную, которую вы дальше показывали, вот на этом рисунке. Какая она? вот на этом конкретном рисунке, какая проволочка потом дальше, где вы объемную показывали? Какая кривая соответствует? Вот на этом рисунке, который сейчас на экране, какой диаметр проволочки, который вы можете? диаметр проволочки. Вот если мы будем рассматривать синие, то, что изображено, синий спектр, это самое... Нет, меня интересует вот там, где на Планковской в первую очередь возникает. Вот эти вот более тонкие. Возникает на Тонке. Сейчас, подождите, я вернусь к этому слайду. Вот он. Вот на Планковской части. Вот представлена 56-микронная проволочка. представлена следующий график нижний. Он идет о виновских координатах, на котором очень хорошо... Наташа, бог с ним, виновские координаты, значит, вот этого достаточно. То есть вы уверены, вот глядя на эту картинку, вроде бы уверены, можно сказать, что дело не на Планковских вот этих линиях увеличения спектра, увеличения интенсивности суммарной, а именно вот в общем интеграле, вот который Планковский интеграл. Вот однозначно сказать, вот что именно это не является тем, что вы сейчас мне говорите, мы не можем, но на процентов 10... То есть это еще нуждается в некотором анализе. тогда в качестве такого замечания, вопросов замечания, спасибо. Я прояснил кое-что для себя. Андрей Чистолинов, пожалуйста, вопрос. У меня два вопроса маленьких. Во-первых, вы когда калибровались по лампе, я так понимаю, там вольфрамовая спиралька у вас, А вы учитывали коэффициент, зависимость коэффициента черноты вольфрама от температуры. Конечно, мы это все исследовали, эти параметры учитывали. Вот что касается последнего вашего утверждения про то, что там на 3, по-моему, порядка увеличивается. На 3-5 порядков увеличивается мощность излучения. Вот на самом деле вот та логика, из которой вы используете. Вопрос, вопрос. А комментарии, Андрей, у нас по времени очень все тяжело. Вопрос, короткий вопрос. Момент же в чем состоит? Вопрос, пожалуйста, Андрей, вопрос. Ну, вот вопрос только в том, как считать площадь здесь. Понимаете? Понятно, площадь, вопроса нет. Комментарии, комментарии потом, у нас со временем тяжело. Спасибо, Андрею Чисталинову. Юрий Кириллович, пожалуйста. Вопрос короткий. У вас этот взрыв в воздухе происходит? Атмосфера в воздухе? Нет, электрозрыв происходит в вакууме огромное за выступление ваше. Они отжигают и еще турбомолекулярный насос используют. Да, Наташа? Ну, вот комментарии. Если хотите, я могу рассказать о этапе подготовки. Нет, Наташа, у нас со временем тяжело. Мы очень рады, что вы к нам присоединились и предоставили свою работу. Ученица Урускоева. По сути дела, можно сказать так, что вот здесь встает вопрос, по какой причине взрывается проволока? Вот так вот можно, если коротко, его сформулировать. Потому что никаких вот таких термодинамических оснований для того, чтобы она разрушилась, не имеется. Спасибо еще раз. Друзья, мы переходим к дополнительной части нашей программы. У нас на сегодня запланировано три доклада. И вот я надеюсь, что авторы этих докладов подготовились и присутствуют здесь. И первый у нас Валерий Покулин. Валерий, если вы тут с нами, то, пожалуйста, включайте свою презентацию и начинайте выступление. Валерий Покулин, проявитесь. Покулина нет. Да, у меня микрофон был выключен, извините. Так, я на месте. Позвольте поделиться. Да, пожалуйста, да. Пожалуйста, поделитесь. Тема моего доклада «Физическая модель трансмутации элементов». Я раскрою на весь... Валерий, вот поскольку мы вас не очень хорошо знаем, вы из какого места вещаете? Я из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга. Очень приятно. Продолжайте. Мы должны рассмотреть две гипотезы. Первое. Невидимая газообразная дисперсная среда электромагнитного поля заполняет все пространство. Второе. Кольцевые вихри электромагнитного поля, нейтрина и антинейтрина, являются единственными элементарными частицами вещества. Существует три фазы материи. Взгляните на рисунок слева. Проматерия, темная энергия, электромагнитное поле, темная энергия, электромагнитное поле, темная материя и вещество. Вы слайд с помощью стрелочки переключите. Мы все еще ваш первый слайд только видим. Первый слайд видно? Мы только первый слайд видим, второй не видим слайд. Попробуйте с помощью стрелочек на этом самом... Извините. На клавиатуре. На клавиатуре, да, слово забыл. На клавиатуре вот стрелочки там справа внизу. Увидите их и попробуйте с помощью этих стрелочек попробуйте двигать. Давайте стрелочками попробуем. Видно? Нет, ничего не двигается. Валерий, тогда еще раз сейчас выключите все. Нажмите красную кнопку наверху, красную кнопку наверху панели зума, чтобы просто снять, там написано отключить презентацию. И снова войдите, еще раз войти надо. Понимаете, о чем я говорю? Остановить демонстрацию. Остановить демонстрацию, да. Спасибо, вы остановили. Теперь еще раз то же самое проделайте. Я нажал на демонстрацию Powerpoint и сказал поделиться. И теперь поделиться, да. Вот теперь видим второй. Теперь попробуйте третий включить. Что? Теперь опять первый слайд. Попробуйте второй включить. Вот второй. Видно? И попробуйте третий. Вот третий. Все работает. Ко второму слайду. Все заработало. Молодец. Продолжайте. Извините. Если что не так, сразу кричите, мне хорошо. Итак, гипотеза. Невидимая дисперсная среда электромагнитного поля заполняет все пространство. Первое. Второе. Кольцевые вихри электромагнитного поля, нейтрина и антинейтрина являются единственными элементарными частицами вещества. На рисунке слева существуют три фазы материи. Проматерия, темная энергия, электромагнитное поле, темная материя, темная энергия, темная материя и вещество. Фазовые переходы происходят при гравитационных коллапсах и в джетах. Твердая фаза материи образует черные дыры. Твердая фаза электромагнитного поля образует ядро нейтронных звезд. На рисунке справа. Вечность материи проявляет себя в непрерывном зацикливании процессов самообновления. Проматерия, электромагнитное поле, вещество, планеты, звезды и галактики, нейтронные звезды, черные дыры, которые излучают через джеты про материю. Вещество погружено в невидимую дисперсную среду электромагнитного поля. Мельчайшие частицы этой среды, гравитоны, представляют собой тероидальные вихри на рисунке слева вверху. Они непрерывно беспорядочно движутся с тепловой скоростью равной скорости света. Вихревые это поле, это то поле Фарадея и Максвелла. Вихревые потоки среды есть магнитное поле, поступательные потоки мы называем электрическим полем. Вихревые возмущения среды есть радиоволны, а возмущения плотности в виде продольных волн есть гравитационные волны. Белый шум среды мы изучаем как микроволновое фоновое излучение. На рисунке справа изображены два тороида нейтрина и антинейтрина. Это вихри электромагнитного поля с импульсами аж пополам и минус аж пополам, у которых есть кольцевое вращение и тероидальное вращение. Это единственные элементарные частицы вещества, которые являются вихревыми сгущениями среды. Все остальные частицы составные. Вихри нейтрина вращается со скоростью света, увлекая пограничный слой среды в собственную векривую оболочку. При образовании частиц фрагментов вещества векривые оболочки нейтрина вытесняются наружу. В существовании среды электромагнитного поля мы убеждаемся всякий раз, когда подносим к уху мобильный телефон. Давление внешней среды приталкивает нейтрина и антинейтрина друг к другу. Они спариваются в фотоны и электроны. Фотоны прилегают друг к другу всеми плоскостями, а электроны и позитроны вращаются вокруг общей точки. Экспериментальное доказательство этого реакция нибиляции. Впервые такую идею высказал Луи Деброй в 1934 году в своей работе о нейтринной теории света. Взгляните на рисунок слева внизу. Рисунок модель электрона, схема естественной модели электрона. Вы видите, что кольцевое вращение двух нейтрина действует как шестеренчатый насос и выталкивает приграничный слой среды в узкий луч в направлении направо. Вот этот луч мы зовем зарядом электрона. Электрическое поле образуется лучами, которые вращаются вокруг своей оси со скоростью света. Частицы это не шарики, обсыпанные как юлочные игрушки мишурой заряда. К сожалению, эта точка зрения до сих пор имеет распространение и даже похоже служит основой для... Валерий, Валерий, сколько вам еще времени нужно? Вы на сколько рассчитываете? Я рассчитываю на 4 минуты. Вот у вас есть 4 минуты. Пожалуйста, в 4 минуты уложитесь. Здесь изображены схемы элементарных частиц. Например, нейтрона, альфа-частицы. И из этой модели ясно, почему нейтрон сам распадается. В ядре он устойчив. Частицы различаются числом входящих в них нейтрина и антинейтрина. При сильном взаимодействии вихревые нуклоны сближаются друг с другом, так как их подталкивает внешняя среда электромагнитного поля. Работа совершается при притягивании их за счет энергии внешней среды. У ядра нет кулоновского барьера, так как его поле нецентрально-симметрично. Протоны притягиваются друг к другу вихревым взаимодействием, так же, как электроны притягиваются, например, шнуруются при сварке в луче, в электронном лучевом луче. Иллюстрацией может служить солнечная корона, температура которой составляет миллионы кельвина, а на поверхности Солнца всегда 5800. Аналогия может служить обыкновенный наш земной костер, где перолиз идет в древесине, а все реакции происходят в пламени. Заключение. Три фундаментальных фазового состояния материи, проматерия, электромагнитное поле и вещество заполняют все пространство. Все частицы составлены из нейтрина и антинейтрина, вихревых сгущения электромагнитного поля. Все частицы вращаются, чтобы не слиться под действием тяготения. Все частицы имеют размеры и массу. При одинаковой направленности спина в частиц кулоновский барьер между ними отсутствует. Частицы в покое сами устремляются друг к другу. Работу после влияния производит среда электромагнитного поля. Трансмутация элемента есть явление взаимодействия вихревых частиц в среде. Все подготовительные процессы сводятся к роли триггера для проявления силового действия внешней среды электромагнитного поля. Благодарю всех за внимание. Спасибо, Валерий, что Вы очень коротко изложили. У меня есть вопрос, потому что других пока вопросов нет. Если у кого-то есть, пожалуйста, поднимайте руки. у Вас есть какая-то математизированная модель, не просто геометрические рисунки, а что-нибудь алгебраическое типа уравнений? Да, конечно. И это на базе модели сплошной среды или на какой базе? Вы знаете, у меня есть интересная статья, работа, о том, что закон Ньютона… Нет, подождите, мой вопрос был не об этом. Вопрос был не об этом. Вы знаете, как раз об этом только на этом… Ну, дослушаю вас, пожалуйста, продолжите. Что всемирный закон тяготения Ньютона, а именно он действует, это и есть и сильное, и электромагнитное, и гравитационное взаимодействие. Механизм один. У них во всех эти взаимодействия. Вот об этом говорят мои… Об этом я и говорю в своих работах. И что это и есть решение уравнений Максвелла. То есть вы все строите на основе решения уравнения Максвелла. А продольные волны как получаются у вас там? Получаются. И даже… Но уравнений Максвелла их нет. То есть вы калибровки выбрасываете, а берете свои калибровки вводите какие-то, правильно? что вокруг нас электромагнитное поле, значит, оно должно подчиняться уравнениям Максвелла, верно? Так и получается. Я про калибровки спрашиваю. Калибровки свои вводите, правильно я понимаю? Нет. Я не ввожу никаких калибровок. То есть Лоренцева калибровка остается, и тем не менее у вас продольные волны получаются, все классическое. Хорошо, понятно, спасибо. Есть один вопрос Андреева, пожалуйста, вопрос. Валерий, подскажите, можете ли вы ответить на один радикальный вопрос? Какова природа силы, заставляющей двигаться ваших микро-микро частиц по окружности? Как образуются вихри? Какова причина возникновения вихревого движения? Почему не по прямой летят, а по кругу? Вот, или там еще по какой-то сложной спирали. Вихри образуются, вы знаете, позвольте одну минуту целую занять. Нет, короткие вопросы, короткие вопросы, ответы. Да, когда я выбираюсь в Эрмитаж, я выхожу над Борцовый мост и смотрю на небу, и я вижу, что вся неба в вихрах, которые то исчезают, то появляются, то идут по течению. Валерий, 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 остановитесь, пожалуйста, мы здесь, у нас со временем проблемы, короткий вопрос был, какая сила, и короткий ответ, какая сила. образуется за счет скорости, четов, исходящих из черных дыр и квазоров. Ну, это не сила, это значит, вы не поняли вопрос. Евгений, это самое, еще есть вопросы? Валерий, больше нет, спасибо. И есть у Киркинского, пожалуйста, Виталий Алексеевич, пожалуйста. среди многих непонятных вопросов меня смутило, что вы говорите о тепловом движении со скоростью света. Это как понимать? Так и понимать, в буквальном смысле. У нас тепловое движение воздуха со скоростью звука, а там со скоростью света все. Это вложенные среды, понимаете? и аналогия полная с нами. Понятно. Был вопрос, был ответ. Спасибо, Валерий. Валерий, у меня есть такой вопрос. Вы в каком-то институте работаете или как вы пришли к этим всем мыслям? Вы знаете, это уже много лет я думаю над этим. Вы по профессии кто? Я инженер-физик, я выпускник МФТИ. МФТИ. В каком году вы заканчивали? В 66-м. Заканчивали в 66-м? Да. То есть вы старше меня на 6 лет получается? Я не знаю с какого вы годика. Я с 48-го. Я с 41-го. Ну вот молодец, выглядите прекрасно. Я так чувствую занятие эфиром. Тем более мы тезка, с вами тезка, я тоже Валерия Николаевича. Она положительно влияет на здоровье. Спасибо за выступление. Переходим к следующему докладу. Пожалуйста, Константин, вашу презентацию. Попробую демонстрировать нажимаем на красную кнопочку, нажимаем поделиться на конкретной презентации. поделиться. Что-то не так пошло. Мы видим черный экран в вас, а больше ничего не видим. поделиться. Так, еще по-новой пошло. Мне надо вот эту работу дам мне. Нажал. А теперь поделиться. по-моему, мы же с вами тренировались. Все, все, все. Вот появилось, да. У вас всего 10 минут. Пожалуйста, попробуйте не затягивать. Понял, что у меня времени мало. Пожалуйста. Так, значит, уважаемые коллеги, в основу моего 10-минутного сообщения домена планкового вакуума в роли объема кризонаторов и экстрамагнитной гравитационной и спиновой энергии легли две работы. Статья заведующего кафедры Национального исследовательского университета моей профессора Феликса Шахерзянова об фотонной для мэна, опубликованной в 2017 году в известии крах, и работа профессора Вячеслава Дятлова поляризационной модели неоднородного физического вакуума Новосибирск институт математики 98-го года. Ввиду ограниченного времени предоставленного векуума основное внимание я уделю шаровой молнии. При этом, как и оба автора, я рассматриваю шаровую молнию в качестве сферического вакуумного объемного резонанса. Но если у Шахерзянова природа шаровой молнии связана с фотонными доменами, образующими новую фотонную структуру, то у Дятлова в образовании шаровой молнии принимает участие домены неоднородного физического вакуума, представляющие собой объемные вращающиеся резонаторы, наполненные выполняющие функцию накопителя электромагнитной гравитационной спиновой энергии. Профессор Вячеслав Дятлов считал, что наиболее важным результатом решения задачи вакуумных доменах является определение их энергии в виде шара в электрогравитационном и магнитоспиновом однородных полях. При этом он дает определение двух гиполей электрического и гравитационного и двух моментов магнитного и спинового. Вячеслав также называет магнитными и спиновыми диполиями. Они связаны с четырьмя полями. Значит, электрическим и магнитным гравитационным и спиновыми. Классический расчет энергии уединенного диполия в электрическом поле был выполнен в монографии основы теории электричества Академии Пентамова в 54-м диполии. Этот расчет был положен Вячеславом Дятловым в основу вычисления энергии вакуумного давления как четырех диполий в четырех полях электричественных магнитных гравитационных и спиновым. в следующем виде энергия равня суммы энергии электрического гравитационного магнитного и спинового полей. Ну, дальше идут вычисления. Поля, вообще говоря, зависят от пространственных координат, но их можно приближенно считать константами в пределах вакуумных домов. Поэтому действующие на ВВД дипольные силы можно определить следующим образом, где сила, действующая как электрический диполь, сила, действующая на ВВД как гравитационный диполь, сила, действующая на ВВД как магнитный диполь и сила, действующая на ВВД как спиновой диполь, спиновой магнит. Ну, и оператор ради этого. Эти силы участвуют во всех фундаментальных взаимодействиях, поскольку физический Вакуум присутствует во всех физических процессах и химических реакциях. Он является третьим полноправным каналом, формирующим наряду с протонами пространственную картину в Большом Андронном калабрии, в области взаимодействия протонов и ее эволюции с ростом энергии и столкновения протонов. Естественно, если силы участвуют и в формировании шаровой молнии. Примером существования домена в физическом вакууме темной материи в земных условиях могут быть шаровые молнии. Шаровая молния представляет собой сферический вакуумно-объемный резонатор с плазменными стенками. Внешнее атмосферное давление на плазменную стенку компенсируется внутренним давлением электромагнитного поля. Используя вектор Котинга, профессор Шахерзианов определил величину объемной плотности электромагнитной энергии для шаровой молнии объемом 1 литр. Это 50 тысяч джон. Возникают шаровые молнии чаще всего при разряде линейных молний. При втором, третьем наиболее мощных разрядах линейные молнии, утолщение ее вакуумного канала работают как объемные резонаторы, микроволновые генераторы и возбуждаются на всех собственных частотах и типах колебаний, для которых выполняются условия возбуждения. При этом акустические воздействия, сопровождающие молнию, или удар линейным молнией во влажную диэлектрическую поверхность, может оторвать возбужденные участки и образовать шаровые молнии. Рождение шаровых молний является средством мощных энергетических процессов, приводящих к поляризации физического вакуума. Вытеснение электромагнитным полем барионных частиц ионов и электронов атмосферы на периферию шара сферической плазменной границы и образование внутри сферы хранилище электромагнитного вакуумного поля. Именно этим объясняется неудача при попытке создать искусственную шаровую молнию путем накачки энергии в шаровую молнию. Тем самым нарушается баланс между наружным атмосферным давлением и давлением, созреваемым внутри шаровой молнии, излучением электромагнитного вакуумного поля. Электромагнитная модель шаровой молнии объясняет неизменность размеров шаровой молнии в течение ее жизни, а также гигантский диапазон энергии различных экземпляров шаровой молнии. Рассмотрим механизм образования электрон-позитронных пар и шаровых молний в околоземном пространстве за счет процесса пересоединения взрывного контакта двух силовых линий магнитного поля в тонких слоях магнитосферы Земли. Под действием солнечного ветра на высоте 25 тысяч метров на дуромагнитного поля в 2018 году четыре зонда НАСА в рамках миссии ММС зафиксировали резкий всплеск электронных и позитронов в тонких слоях магнитного поля и появление шаровых молний при столкновении магнитосферы и солнечного ветра, создав чрезвычайно-турбулентную зону. Быстрые частицы и античастицы рождаются и разлетаются из этой зоны прямо в противоположных направлениях при поляризации космического планета. Эти струи частиц и сопутствующие шаровой молнии, по-видимому, типичны для пересоединения, то есть взрыва. Исследователи Танфан из Калифорнийского университета заявили, что разрешения предыдущих измерений зонда было недостаточно для обнаружения пересоединения в тонких слоях магнитного поля. В рамках МИ-7МС каждый из трехметровых восьмиугольных зондов несет по 25 датчиков. И все четыре зонда находятся в орбите Земли с 15-го уровня, выполняя основную задачу исследовать взрывные временные процессы пересоединения. При этом важной их характеристик появляется то, что измерительные приборы обеспечивают точность и учет распределения частиц с временным разрешением 37,5 и 7,5 месяцев. Это разрешение, соответственно, в 80-400 раз выше, чем отдавало их в 10 тысяч ранее. Рождение электронно-позитронных фар и шаровых молний в космических квантовом вахтурии при пересоединении магнитных поля позволяет по-новому взглянуть на поведение плазмы вблизи черных дых и на ядерный эксперимент Земли. Возникают шаровые молнии, как электромагнитные импульсы, при ядерном и термоядерном взрывах в атмосфере и подводном взрыве. Если детально рассматривать явления, связанные с солнечными вспышками и пятнами, то можно найти претипулы, что солнечные пятна и хромосомные вспышки – это область разрушения доменов, выступающих в качестве хранилища электромагнитной энергии, огромной энергии. В каждой зоне термоядерного взрыва могут образоваться шаровые молнии, которые всплывают и лопаются на поверхности звезды из-за перепада давлений, излучают мощный электромагнитный импульс широким специям. Такой механизм хорошо объясняет известное в радиоастрономии по-осоновской импульсной радиоизлучении специи. Заключение. Создание теории квантовой электродинамики гигантских энергий, многократно превосходящей плотность энергии в природном топливе, расщепляющих материалов и сырье для термоядерного синтеза, лежит на пути исследования и поляризации физического вакуума. Результаты исследования могут быть использованы для создания мощных энергетических установок. Ну, если у меня еще есть минутка, то в качестве примера одной из таких установок может служить устройство Рэндалла Милса под названием «Солнечная клубка». В ней электромагнитная энергия сосредоточена в мощном импульсном излучении света в диапазоне метрового гума образуется… Мислав, вы уже перебрали, поэтому давайте вот это вот зачитывать, давайте не будем, такой длинный текст. Может быть, очень коротко, буквально в двух предложениях еще раз основную идею вашего доклада. Ну, основная идея в том, что в квантовом вакууме он неоднороден и образует домены, в которых сосредоточена энергия, как я уже говорил, магнитного, электрического, гравитационного и спинного полей. Вот, пожалуй, и все. То есть, это нулевая энергия физического вакуума, и она при определенных условиях начинает освобождаться. Как можно сказать? Совершенно верно. Она, во-первых, накапливается там при определенных условиях, а во-вторых, освобождается при определенных условиях. Ну, это известная модель о том, что вот эта нулевая энергия, она может… Там несколько уровней ее есть. Старислав, спасибо вам за доклад. У нас тут есть вопросы. Вот у нас, поскольку вы тут шаровой молнией, значит, вот… Ну, да. Одно из проявлений шаровая молния, то вот Анатолий Ильич, он у нас активный человек всегда. Пожалуйста, Толя, твой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы можете объяснить случай наблюдения шаровых молний, экспериментальное наблюдение с помощью калориметра водяного, плотность энергии в которых составляет 10 десятой джоли на кубический метр? Значит, теория Шакерзянова может объяснить только сваровой молнии с запасом энергии на пять порядков меньше. Вы можете, так сказать, или вы следуете, так сказать, теории Шакерзянова, вы ее развиваете, или вы имеете некую модель, которая может объяснить появление вот этих пяти порядков? Ну, я уже сказал, что энергия, и, кстати, и Шакерзянов об этом говорил, что энергия внутри шаровой молнии может быть огромной и значительно выше тех, значит, величин, которые, значит, он приводил. Ну, вот вы привели более, значит, емкую шаровую молнию. Нет, извините, пожалуйста, это пустые слова, потому что надо конкретно говорить. Ну, а что вы хотите меня услышать? Есть теория Бавериала. Если есть некая плотность энергии, то и сила сжатия тоже должна быть соответствующая. То есть шаровая молния большой энергии должна быть еще некая оболочка, которая должна удерживать эту большую энергию. Мы говорили об этой оболочке. У вас это есть или нет? Я вам сказал, что такая оболочка существует. Что она из себя представляет? Какие у нее параметры? У вас есть расчеты этого типа? Расчетов у меня нет. Ну, тогда о чем говорить? Сделайте, будете нам рассказывать. Могу и не говорить. Вы мне задумываете. Анатолий, выводы сейчас делать не будем. Ваш вопрос правильный был относительно плотности энергии. Ответ какой-то мы получили. Мы свои выводы сами сделали. Вы в обсуждении где-то позже сегодня вечером сможете выступить со своими выводами. Был вопрос. Спасибо Анатолию Ильичу. И на этом, значит, вот, Станислав, убирайте, пожалуйста, свою презентацию. Значит, ваше выступление закончилось. Спасибо вам. И последнее на сегодня. Потерпите, пожалуйста. Вот у нас Александр Никитин должен рассказать о своих идеях. Тоже очень интересно. Александр, пожалуйста. Да, открываю. Да, у вас удачно все получилось. Александр Павлович Никитин, значит, пожалуйста. Александр, всего 10 минут, потому что надо людям дать отдохнуть перед круглым столом. У вас почему-то звук отключился. Александр, включите звук. Александр Павлович, звук включите. Нажмите на микрофончик слева внизу, на вашей. Александр Павлович, мы вас есть? Сейчас есть. Пожалуйста, сначала. Мы ничего не слышали. А, ну, хорошо. Сейчас. Вы зачем-то выключили микрофон. Сейчас нормально, все. Да, да, да. Да, мой доклад. Холодный ядерный синтез и ядерная трансмутация сверхновой звезды. СН 1987 года. И вот 23 февраля 1987 года в Большом Магеллановом облаке, спутнике Млечного Пути, на расстоянии приблизительно 51 килопарсек, вспыхнула сверхновая звезда. Супернова 1987а. Она была первой. И ее второго типа, потому что об этом свидетельствовали линии водорода на спектрах. И потом уже ее определили, что она возникла на месте, ну, предсверхновой, что ли, звезды. Сен-Дулек приблизительно 17 масс Солнца. Это, ну, конечно, все читали, это взрыв сверхновой этой удивительной во всех отношениях. Да, можно часами рассказывать, но вот я как раз вспомнил в связи с холодной трансмутацией ядер, когда-то я изучал, в смысле, с нейтрино, что нейтрино пришли раньше, и при взрыве сверхновой раньше, чем фотонные излучения. Но сегодня я просто остановлюсь на двух вещах удивительных, что произошло при взрыве этой сверхновой. И это будет иметь самое прямое отношение к холодной трансмутации ядер. Это, во-первых, при взрыве сверхновой выделилось 10,58 штук нейтрино, энергии 10,46 джоулей, что составило 99% общей энергии, выделяемой при взрыве. Значит, барионная материя превратилась почти полностью в нейтринное поле. Это вот удивительно. И по закону симметрии должен быть и обратный процесс, но к которому мы вернемся позже. И еще то, что нейтрино прилетели раньше, это я не буду сейчас. И для нашего доклада еще о холодной трансмутации ядер. Удивительно еще то, что после взрыва сверхновой и, в общем-то, объемного нейтринного охлаждения по Гамму-Зельдовичу, да, сейчас не буду на этом останавливаться, в остатке сверхновой, а остаток остался где-то сравнимый с массой Юпитера Земли в этот такой порядок, началась реакция холодного ядерного синтеза. А именно, ну, про ядерное, это чисто определение, что такое ядерная трансмутация, не буду останавливаться. Вот, это был хандуляк и до и после взрыва. Это просто картинки интересные. Это в 1994 году телескоп Хэббл снял взрыв. Это Хэббл в 2011 году. И, соответственно, справа там это в каком-то 2014 году. Еще дальше продолжается. Но вот трудно не отметить, как-то я для себя считал. Думаю, с какой частотой взрывается сверхновая в вашей наблюдаемой Вселенной. Оказалось, что, ну, мы вспоминаем, когда-то в китайских летописях это отмечалось, там потом сверхновые Кеплеры и так далее. Оказалось, что они с частотой равны постоянной Хэббла. Взрываются приблизительно. Ну, я тут учу, конечно, стояние звезд и черный дыр еще. Вот, возвращаемся к этому холодному синтезу. Через месяц, это Хошимото пишет, после взрыва вся энергия, выделенная взрывом, ушла в виде излучения нейтрина. Но сверхновая сначала упала в яркости, как и должно было случиться со всеми, случалось со сверхновыми. А затем постепенно увеличивала светимость, пока не достигла пика 20 мая 1987 года. То есть, через 80 суток до звездной величины 2,9. И наблюдения показали, ну, дальше я пролистаю, спектры, в общем-то, измеряли, Южно-Африканская обсерватория и так далее, что к этому времени большую часть света давал другой источник энергии, а именно распад радиоактивных изотопов, образовавшихся при взрыве. И кривая блеска далее точно отслеживала скорость радиоактивного спада кобальта, ну, по этой схеме, у которого период, это самое время, полураспада 77 суток приблизительно. Дальше вот этот график такой грубый, что ли. Вот этот всплеск, я его мышкой, что ли, покажу. Всплеск светимости произошел к 80-м суткам максимум. Сейчас вернусь. Это другой источник, по данной Хэмви, кривая блеска, график блеска. Дальше это Моррисон пишет, обзор по сверхновой в УФН. Приблизительно тоже интересно спад, а потом всплеск. И удивительно, что вот по теории, в общем-то, многие изучали этот вопрос, что сначала массивная звезда, которой больше восьми масс Солнца, представляет собой облако водорода сначала. Потом сила гравитации увеличивает плотность и температуру, и начинает цепочка термоядерных реакций, превращающих водород в центре звезды в гелий. И по мере источения водорода гелий в ядре начинает цепочка термоядерных реакций, перегорая в основном в угле рот. По этой формуле кислород не он. Далее рост температуры приводит к образованию кремния в ядре, в результате горения которого базуется железо-никелевое ядро. Удивительная вещь. Предсверхновое железо-никелевое ядро. И цепочка термоядерных реакций завершается. Следующий этап – это взрыв сверхновый. Это как у Земли. Это вот рисунок из статьи Моррисона. Мы видим, что в сердцевине железо-никелевое ядро. Установлена природа источника подкачки энергии радиоактивный распад нуклида кобальта. Продукты распада другого радиоактивного элемента – это 56-го никеля. Два варианта. Это электронный захват. Тут и плюс-бета распад. А все говорит о том, что никеля образуется незадолго до взрыва. В недрах уже сверхновой. Это из статьи Емченника Надежина. И посчитали, что энергии разлетающегося вещества сверхновой недостаточно для объяснения длительности и энергии ее вспышки, продолжающейся несколько месяцев. На поздней стадии сверхновая светила за счет энергии радиоактивного распада 56-го никеля с образованием кобальта и последующего распада до стабильного железа. Это я пролесну. Наша Ольга Георгиевна Ряшко изучала этот вопрос. Очень тоже подробно можете читать. Разница в нейтрино- и фотонном излучении – 2 часа 47 минут. Зарегистрировали нейтринная обсерватория. Это рисунок предсверхновая. Слева в момент вспышки. Справа по другим источникам. Это Расофий Паснов. Пишут тоже об этом. Вот такой источник, как спектр и фотометрические наблюдения. Этой сверхновой наблюдали, сейчас скажу, где около Киптауна и станции Сазерленд. Это в Южной Африке. Они после нейтринного события в Камиаканде-2. Они со дня, с 51-го дня по 134-й день наблюдали. Авторы тут кетчпол. И вот их графики. Это дни по оси ординат, по оси абсис магнитуда. Эта температура так уменьшалась. Александр Павлович, давайте к каким-то выводам приближайтесь. Потому что уже пора завершать. Мы не можем. Материалов очень много. Пожалуйста, к концу. Как раз вот и температура, вот светимость. Очень интересный график. Видите, сначала понижение по оси ординат. Это энергия. Тут время. Сначала уменьшалось, как обычно. А почему-то, раз светимость повысилась, энергия, спрашивается, откуда приходит энергия. Она вся улетучилась, уже нейтрино унесло. Интересно. Другой тоже делал. Ну, раз приближаться. Я хотел еще на Пархомио остановиться. Материала бесконечно много, я понимаю. Поэтому давайте вот какой-то финальный. Все-таки. У нас то, что с Пархомио спор немножко есть такой. Вот, это, в общем-то, нейтрин излучилось. Значит, есть нейтринное поле. И вот, на этот график обращаем внимание, особенно на сердцевину. Это вот сверхновый график. И его интенсивность. Это солнечный нейтрино, реакторный нейтрино, геонейтрино, фон от сверхновых. И удивительно, что они все концентрируются вот в середине, пятно. И смотрим вниз, энергия частиц. Один МЭФ. Около одного МЭФ они все крутятся, Александр Георгиевич. И удивительно, если геонейтрино мы посмотрим, ну, антинейтрино. Видите, плоская. Значит, от Земли действительно излучение нейтрино, оно всегда одинаковое. Ну, не то, что одинаковое, но стабильное, что ли, сказать. Так, ну, вот это я вам скажу. Мы не поймем и холодный ядерный синтез, и трансмутацию, если не постулируем вот такую вещь, что материальность нашего мира заключается в его движении. И масса, материя, это дивергенция напряженности материально-энергетического поля, которое состоит, в моем случае, из материально-нейтринного, что ли, поля. Хорошо. Ну, и это самое. Почему бы, учитывая вот это все набор, не набор, а вот состав, что ли, уже подключая небеса, сверхновую звезду, все-таки не осуществить цепную реакцию холодного ядерного синтеза, которая, в общем-то, и сверхновой происходила, как реакцию бета-распада. Скажем, что могло воздействовать на никель, там, сверхновой. Это только нейтрино. Давайте на семинаре заслушаем подробно. Минуточку. Вы сегодня уже первый раз тоже слово нейтрино произнесли. Придется дослушать. Александр Павлович, давайте без этих, без различных отвлечений заканчивайте, пожалуйста. Вам уже заканчивать давно пора. Вы уже перебрали. Ну, пусть не отвлекает. Вот нейтрино воздействует на протон. Будет позитрон и нейтрон, который будет, свободный нейтрон будет распадаться, ну и поглощаться образованием изотопов. И последующим излучением антинейтрино. Вот в конце формула опять будет антинейтрино. Вот по этой схеме нам достаточно сейчас к этому излучающемуся антинейтрино поднести протон снова. И начнется цепная реакция. Но в лаборатории я предлагаю, ну вот исходя из, как говорится, из этих знаний, которые вот сейчас есть, это использовать все-таки никель 63 плюс водород или вода. И будет образовываться медь и дальше подносить водород. Или протона подносить, грубо говоря, в виде воды. Ну, в общем-то, вот, наверное, спасибо. Это основная идея. Ну, вы ее тут уже, я напомню вам, что я вас просил выступить. Вы там даже у нас выступали немного с этой идеей. Вот, и тут как бы, вот вы ее еще раз повторили. Спасибо огромное. Вот, к сожалению, больше времени у нас нет. Вот связь со сверхновой, как-то вы ее, как мне показалось, подтянули достаточно искусственно. Хотя, может быть, надо вдуматься, может быть, что-то я здесь упускаю. Еще все это самое. Сейчас причина странного излучения. Почему CD-диски? А вот потому и получается CD-дисков какие-то следы. Александр Павлович, извините, все, мы закончили с вашим докладом. Я понимаю, что вы можете говорить очень долго. Спасибо вам за презентацию. Значит, Евгений Егоров, очень короткий вопрос, пожалуйста. Очень короткий. Цитирую. Нейтрины прилетели раньше. Кто, как, где эти нейтрины регистрировал? Ну, вы, вопрос, извините, я вас уважаю, но дилетантский совершенно. Вы, ну, хотя бы одну статью почитайте. И тогда не будете задавать таких вопросов. Нет, вы на вопрос конкретно ответьте. Кто зарегистрировал? Вот и все. На Миоканде или где еще? Где зарегистрировали? Зарегистрировали вообще несколько нейтринных обсерваторий. Даже наша обсерватория на Кавказе зарегистрировала. Это нейтрина. Это опубликовано? Ну, конечно. Это опубликовано тысячи статей на эту тему. Уже 30 лет люди пишут об этом. На 2 часа. Ответ получен, спасибо. На 2 часа 47 минут. Все, спасибо. Володь Чижов, твой вопрос. Только все, последний уже. Очень интересный доклад. Просто его надо подробнее послушать. Вопрос. Комментарии не нужны. Все, друзья, спасибо. Мы на этом заканчиваем нашу вечернюю сессию. Через 15 минут мы начинаем круглый стол. Спасибо всем за участие в вечерней сессии. Валерий Николаевич, вот я очень боюсь, что у меня не получится опять продемонстрировать свой доклад завтра. Может быть, чуть-чуть порепетировать. К сожалению, я не смогу этого сделать. Получится все. Поможем. Не волнуйтесь. Все, я завершаю. Спасибо, друзья. Продолжение следует...